АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо за аплодисменты. Программа подробности представляет очередной, последний предвыборный выпуск нашего политического ток-шоу «Чёрное зеркало». В студии программы Евгений Киселёв, её ведущий. Как всегда, у нас очень активная молодая аудитория, которая ещё раз может вас всех поприветствовать. Пожалуйста, покажите, как вы умеете аплодировать нашим гостям. Спасибо. Гостей у нас сегодня много. И сразу хочу обратиться к нашим уважаемым гостям, журналистам, политикам, кандидатам в депутаты с одной большой просьбой. У нас завтра, то есть, грубо говоря, через 2 часа 50 минут наступит уже суббота, день молчания. Но уже сегодня день социологического молчания. Не забывайте об этом. Мы долго ждали рейтингов, таких уже серьёзных, основательных рейтингов, проведённых социологическими службами на основании более или менее достоверных опросов. Ну, так получилось, что они немножко запоздали. Мы вчера, позавчера на этой неделе изучали с большим вниманием. Мы про них помним. Но, пожалуйста, эти цифры не озвучивайте. Не говорите о них вслух. Кому интересно, могут посмотреть в интернете. Вот с этого я, с этой просьбой хотел бы сегодня и начать. Каковы были эти выборы? Чем они для нас запомнятся? Что главное будет потом? Вот об этом мы сегодня попробуем поговорить. Прежде всего, конечно, вопрос, который возникает. Насколько они были честные, чистые, прозрачные? Вопрос не банальный, потому что это первые выборы, которые проходят после февральской революции на Майдане, изменившие страну. И, конечно же, весь мир, в том числе и многочисленные наблюдатели, которые приехали на эти выборы, очень внимательно смотрят на то, как они проходят, каким будет день голосования и подсчёт результатов. Понятно, что в значительной степени от этого зависит репутация Украины, репутация её власти, репутация президента. И вопрос о репутации в данном случае не банальный, потому что от этого будет, скажем, зависеть поведение инвесторов, поведение Международного валютного фонда, других организаций, которые либо будут помогать Украине, а без этой помощи Украине сейчас никак не обойтись, либо в очередной раз могут махнуть рукой и сказать, слушайте, после этого как-то у нас возникают большие вопросы. Кстати, такие разговоры уже звучат. Кто внимательно следит за публикацией в иностранной прессе, не даст мне соврать. Увы, такие разговоры уже начинают звучать. Ну вот, если говорить о каких-то нарушениях в выборах, мне кажется, что больше всего их чувствуют люди, которые баллотируются в одномандатных округах, или как их ещё называют, в мажоритарных округах, где, по сути дела, каждый предоставлен сам себе. У кого-то есть большая поддержка, у кого есть меньшая поддержка. У нас сегодня здесь в суде присутствуют такие люди. Вот, в частности, я хотел бы... Я буду представлять наших гостей по мере того, как они будут включаться в разговор. Вот здесь у нас сидит Пётр Шкутяк. Сидите, пожалуйста, Пётр. У вас же, я так понимаю, нога больная после ранения, да? Пётр Шкутяк, доброволец из батальона «Айдар», принимал участие и в Майдане, и в боевых действиях в зоне антитеррористической операции. И вот баллотируется в Ивано-Францовской области, в Буковеле. Вместе Ивано-Францис. Дякую за запрошение. Добрый вечер всем. Так вот, как вам приходится? Какая у вас обстановка? С чем приходится сталкиваться? Ну, сегодня ситуация достаточно напряжена. Потому что мой основной конкурент, он колишний директор фирмы «Скорзанера». Это Буковель. Вот. С необмеженными ресурсами. Ну, в частности, я знаю, что сегодня на канале «1 плюс 1» вышел такой пасквиль на меня в основных новинах. Ну, я хочу сказать, что это проблема... А, как фамилия вашего основного? Шевченко. Шевченко. Олександр Леонидович. Олександр Шевченко, так сказать, олигарх местного разлива, я так понимаю, да? Ну, я бы так не сказал. Я бы сказал, что проблема нашего суспільства – это слуга олигарха. Потому что его олигарх для него – это его хозяин. Он готовый переступить будь-який... О ком речь идет, простите? Ну, я говорю про Коломойского, который, в основном, и его хозяином, я бы так сказал, Олександра Леонидовича Шевченко. Ну, и он готовый на все переступить, чтобы выслужиться перед своим... Приведите, пожалуйста, конкретные примеры. Ну, я знаю, по сегодняшних новинах, то они меня назвали слугою Кремля, Путіна, там, и так далее, и тому подобное. Можливо, один из элементов – это через то, что я попал на эфир на канал Интер, но я сюда попал только по той причине, что иду война между Коломойским и другим кланом. И иначе я бы не могла попасть на этот канал, потому что у меня ни ресурсов таких нет, ни других возможностей. Но спасибо за возможность быть тут. Я... Петру, Петрушку дякую, не зручно про себя говорить, как и будь-якій людине. И я за него скажу несколько слов. У этого парня 34 лет, у него пятеро детей. Когда пришла война, когда российские оккупанти пришли на нашу землю, этот парень, у которого пятеро малолетних детей, он оставил свою семью, свою домовку и пошел воювать на Донбасс. Захищать страну. Проти него идет мордатый, пузатый шестерка-собачка-олігарха Коломойского Шевченко, который 200 кг ваги, здоровый спортсмен, он на фронт не пошел. Оцей батько пяти детей пошел на фронт, а той Шевченко не пошел. Это тот, кто из Шевченко докаутировал. Аэропорт, где два месяца сидели наши бойцы, воду с калюжи пили, бо им не могли доставить ни продуктов, ни води. Оцей хлопец был там. Дякуючи Богу, он живет. Оцей живет для своей семьи, для своих детей. И сегодня Петро Шкутяк иде в народные депутаты. Мы по-франкевску высунули нашего кандидата от радикальной партии. Потужный молодой активный хлопец. За ради того, чтобы переместить Шкутяк, чтобы не прошел высунувание с олигарха Коломойского, мы сняли своего кандидата. И именно поэтому в парламенте мают быть вот такие герои. Видите, он не может ничего сказать. Почему? Потому что ему соромно сказать. Он не рассказывает, как они с хлопцами воювали. Он не рассказывает, как он получил ранения. Как он годится на этих костелях. Как ему годится своих детей. Он идет в парламент, чтобы защищать не только своих детей, а всех детей Украины. Защищать не только олигархов, агрессоров, 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 которые довели страну в руке. Я говорю, Петро, я хочу тебе сказать, да и тебе, и таким хлопцам, как ты, допомогает Господь Бог. Слава Украине! Я прошу прощения. У Валерии Калныши был вопрос. Я не помню такого. Это сейчас депутат, который вас нокаутировал. Да, он распускал руки, все правда. До речи, Валерий, если вы пометили, нечедавно было прилюднено видео, где коломойский олигарх спілкуется начебто с Губаревым. И тот святает Коломойский Губареву, что он против Ляшка влаштовывает провокации. Я думаю, что все эти провокации, которые влаштовывает коломойский олигарх, это за указанием Кремля. Потому что мы защищаем страну, а они паразиты, глитые, миллиарды зарабатывают на войне. Они переследуют таких героев, как Петруш Кутяк, они своих собачок тягнут до парламенту, чтобы далее грабить эту нашу несчастную страну. Олигархи не меньше зло для Украины, не зовніше агрессии. Он разве не помогает, разве тот же самый Коломойский, он не помогает отрядам, батальйонам Днепр, Донбасс. Звучайно. Звучайно не допомагает. Как вы можете делить, скажем так, лавры, когда все вроде как бы за страну. А вы сейчас выясните отношения. Валерий, лавры не треба никому делить, у нас одна ценность, Украина. Господь все бачит, хотите, можете собі забрать усі лавры. Мене лавры не цікавлять. Мене цікавить, чтобы на нашей земле не было ворога, чтобы вот таких хлопців, батька пяти детей не вбивали, не встреляли, и чтобы в парламенте были нові люди. Вот что мене цікавить, а не лавры. Я, конечно, понимаю, что у вас есть личная нелюбовь к господину Коломойскому, но вы же не можете отвергать тот момент, что если бы не Игорь Валерьевич Коломойский, то вполне возможно за Донецкой и Луганской областю мы могли бы вот так сейчас сражаться уже и за Днепропетровскую. Я категорично с вами не согласен. Я вважаю, что олигархи не меньше зло для країни, ни зовнішняя российская агрессия. А я не говорил, что он добро. Он не добро. Он сделал... Давайте так. Вы хотите сказать, что он ничего не сделал для того, чтобы защитить Днепропетровскую область? Не, я бы так не сказал. Дещо зробив. Але собі на кишеню зробив більше. Ну так это біда всех олигархів. Це не біда, це біда країни, а не олигархів. Бо вони паразити десяток семей мають усе, а на них працюють миллионы українських людей. Варислав, подожди, мне подсказывают режиссеру... Алексей, не слышно. Еще раз. Мне подсказывают режиссеры, что у нас есть видео, которое вам, ну, после вашего вопроса будет интересно посмотреть, а потом вы его сможете прокомментировать. А я его смотрю. Мы подсказываем видео, як він називає террористів, які вбивають нашу школу. Вот вы практически проанонсировали это видео. Покажите, пожалуйста. И надо как-то этот процес, чтобы вы инициировали, чтобы даже если под встречи, чтобы вы тогда, что, ну, ваше требование, чтобы вы, ну, от вас участвовали в Губарах. Поможете там, на кругах, на той территории, которую я рекомендую. Ну, вот такие вот слова Дмитрия Петровского губернатора. Он думает, что он общается с Губаревым. Я не знаю, Коломовский уже лично сказал, что это фейк. Кто-то верит, что это фейк или нет? Вот из присутствующих в зале, из гостей. Можете отреагировать. Или вы, ну, можно по-разному относиться. Кто-то может верить, что это фейк, кто-то не фейк. Если посмотреть последнюю пресс-конференцию, то он там вроде как... Пудель постригся. Чтобы посмотреть последнюю пресс-конференцию, Пудель постригся. А я могу подтвердить, что это именно он. Потому что я два месяца назад или полтора месяца назад с ним встречался в офисе. Господь видит, что я скажу правду. Он мне предложил, чтобы я взял десять людей в список радикальной партии. Он мне предложил за это 50 миллионов долларов. Говорил, хай бы сволочи 50 миллионов выдавал на захист этих бойцов. А не мне в кишени. Вот кому требует давать. Я не хочу защищать... У меня, кстати, между прочим, уже устало. Потому что появляюсь я на канале Интер. Я проект Левочкина. Защищаю я Коломойского. Я проект Коломойского. Меня спасает только одна вещь. Я не бываю на канале Украины, начальник проекта Ахметова. Это уже хорошо. Но, давайте так. Если есть подделка под Губарева, вполне возможная подделка под Коломойского, С другой стороны, я не понимаю, неужели Коломойский не видит и не понимает, что это не он. Я не об этом говорю. Вообще непонятна сама ситуация. Когда у меня вообще все, что выходит на канале Life News, а оно вышло на канале Life News, я видел это видео раньше, у меня к нему жесткое недоверие. Потому что на канале Life News я уже когда-то видел программу о том, как береза с отрядом карателей вырезает русскоязычное население Донбасса. И я тоже знаю, как они это намонтировали. Очень хорошо. Поэтому доверие у меня очень такое. Хорошо. Все-таки слишком много говорим про Коломойского, тем более, что неизбежно опять к этой теме вернемся. А вот вы, Борислав, кто не понял, это Борислав Береза, представитель правого сектора, который баллотируется по мажоритарному округу в Киеве, не помню номер какой. 213. По 213 округу. Как у вас там? А у меня весело. У меня идет битва за Троещину. Если бы кто-нибудь мне сказал пару месяцев назад, что Троещина станет поярче, чем Печерск в битве за депутатство, я бы не поверил. А с кем бьетесь ты больше? Я бьюсь, на самом деле, с представителями президентского блока и их техническими кандидатами. У меня все очень интересно. Мы ловим за гречкосейство представителя блока от президента. Милиция не хочет составлять документы. Вообще принципиально. Мы заставляем их составить. Фамилия есть? Да, господин Карпенко. Но это не так важно. Главное, что мы этого господина... Как вам сказать? Местный олигарх, хозяин овощного рынка. И этот человек фактически решил перерасти с рынка до Троещины. Был хозяин рынка, был у нас уже один завгард, теперь у нас один заведующий рынка. Мы растем, у нас все нормально. Чему я это рассказываю? Человек взял себе технических кандидатов. Один идет независимо, другой... Каждый создает пасквили. Но если они работают анонимно, а господин Карпенко как бы не при делах, хотя мы его поймали на раздаче пайков, хотя он говорит, это провокация, это не я. Я хочу посмотреть, как он сказал бы, это я. То сегодня меня просто разорвала ситуация. Сегодня на палатках Батькивщины выходит пасквиль, откровенный пасквиль, на их родной газете. И выходит ни много ни мало, посвященное мне два разворота, где клевета по полной программе. Не знаю, я так боялся, господи, из Батькивщины. Гордейш, про тебя стики пишут. Я не закончил. Но перед этим... Я понимаю, перед этим... Гордейш, он не микролог, а все и инши... Слава Богу, не дождутся. Перед этим в той же самой Батькивщине выходит моя статья Борислава Березы. Даже подписали. Украденное с журнала новое время. У меня вопрос. Если я такой плохой, зачем же они меня цитируют? Или после того, что я их облечил, они решили меня теперь обгазить. Но, если все остальные это делают анонимно, то Юлия Владимировна вся в белом, и ее мальчик Еварийский, который уже совсем не мальчик, в мозге-то должны быть уже эти человеки... Ну, мальчик, а дедушка, насправдь. Ну, такой дедушка. 75 роков, и снова пресса до парламенту, держи морда. Это тоже ваш... Да, у меня это весело, я же говорю, битва идет. Вот этот человек, этот человек устраивает шоу. Да, он устраивает шоу. А на какому вице еще сдатный шоу у вас? И публикует в официальной газете от Бют статьи, которые ни одна не подписаны. Каждая из которых классическим совковым языком рассказывает, почему нам не стыдно убирать мусор или честная гражданская инициатива граждан-проедщины. Слушайте, Борислав... Мусорные все те, кто занимается более-менее правопорядком... Вы должны быть довольны, потому что самые негативные публикации, все, что бы с вами не происходило, все равно это хороший пиар. Да, сегодня вечером появилась информация о том, что иудей рвется в Верховную Раду. Это расклеивал представитель ТДНК Автомайдана. Оригинальная ситуация. Выяснилось, их задержали, сдали в милицию. Выяснилось, тоже работают на пропрезидентский блок. Понятно. И у меня вопрос. Президент... У нас как бы все еднаются. Я помню, это, знаете, еднаться. Они все объединились настолько плотно, что на сегодняшний день уже не различают, где нормальные люди, где ненормальные. Или как? Или же они вообще так боятся? Давайте дадим слово Наталье Власовой. Это тоже кандидат-мажоритарщик из Днепропетровска, да? Вот, кстати, вот человек, который из Автомайдана задименен. Что вы хотите сказать? У нас в Днепропетровске... Я прошу прощения. А у нас где-то здесь есть представитель Баткевчев, Сергей Кирюкович. Ответить можете? О чем? Да вот, на обвинение в адрес вашей политической силы. Я поздравляю господина Березу, что все-таки он такой популярный. Наверное, знаете, если бы вы в себе силы чувствовали, вы бы эти газеты сюда не принесли. У меня на округе та же самая ситуация, только, да, только там тоже... А вы тоже по одномандатному? Да, да, да. Я почему-то думаю, извините, я думал, что вы по списку. Да, про президентская партия там тоже изображает. А что же вы ее подобились? Ну, понимаете, вот наша карма такая, понимаете, вот чем-то... Наследие старого прошлого. Ну, наверное, да. Ну, знаете, вам немножко повезло, у вас один Береза в округе. У меня вот в прошлый, в 12-м году было 5 Терехиных, а в этом году всего 2. То есть, и понятно, кто его одержал. Нет, вот Андрей он оказался, то есть первый идет, вот, а я второй, понимаете, чем дело. И в прошлом году, только на таких двойниках, я около 10% потерял голосовую. Вернее, не я, а избиратели дали не те. Но вы скажете, вы оцениваете нормально, что ваша полицила использует клеветую ложь, как антипиад? А я не уверен, что это газета нашей полиции. Я взял ее на вашу... Я даю слово, что я взял ее на вашу палату. Слушайте, я абсолютно четко отвечаю за те публикации, которые распространяются и мной, и моей политической силой на 211-м Голосеевском округе. А то, что у вас сделают на Троещиной, ну, убей бог, не знаю. Ну, понятно, спасибо. Слушайте, тут вот все-таки есть еще одна история. Я сказал, что без Коломойского не обходится. История, на самом деле, совершенно потрясающая. Я вообще не представлял, что такое возможно. Дело происходит в Днепропетровске. Сегодня там 34-й канал, принадлежащий одному олигарху, Ренату Ахметову, отключили. И на частоте 34-го канала запустили 9-й канал, принадлежащий. Догадайтесь, кому? Коломойскому. И там, значит, крутят какие-то фильмы, прославляющие Днепропетровского губернатора. А вот сейчас на связи с нами Наталья Магда. Как раз она представляет этот канал. Она директор 34-го канала. Наталья, вы меня слышите? Это Евгений Киселев из студии «Черного зеркала». Наталья, скажите, пожалуйста, что у вас там происходит? По-прежнему вместо 34-го канала 9-й вещает? Нет, сейчас закончился концерт в поддержку народных депутатов. И мы уже вещаем. Но нас незаконно вырубили с эфира на 2,5 часа. То есть просто отклинились совершенно чужим эфиром трансляции прямого... Прямой трансляции концерта в центральной площади Ленина. Это концерт был в поддержку кандидатов в народные депутаты Бориса Филатова и Андрея Денисенко. Это, конечно, было шоком для всего коллектива. Сначала мы не поняли, почему вдруг на нашей чистоте... Вот я сидела у себя в кабинете, у меня была картинка моего канала, и вдруг я вижу концерт, я знаю, что у меня в сетке, я знаю, что этого концерта у меня нет в сетке. Ну, замешательства, все сбежали в кабинет до всего канала, а потом стало понятно, что это идет... Наталья, а что вы предпринимали? Кому вы звонили? Кто вам звонил? Вам там часто очень любят звонить замгубернатора Филатов, я помню. Мы сразу же... У нас же это уже не первое отключение, поэтому мы знаем, кому нужно звонить. Поэтому мы сразу же начали звонить в наш местный передающий центр. Тогда мы брали трубку. После чего наш технический директор поехал туда вместе со съемочной группой. У нас будет видео, как все это происходило. Нас туда не пустили. Я думаю, что завтра будет ответ нашего передающего центра, как и в прошлый раз, о том, что это были технические проблемы нашего 3-4 канала. Вначале мы вас отключили почти на 2,5 суток. Недоразумение, да? Чисто вырубились. Да, теперь на 2,5 часа. Это вот так? Да, наверное, это недоразумение. Случайно, случайно вдруг зайшли на нашу чистоту. Вы знаете, Евгений Алисеевич, Наталья, вот незалежно от того, что 3-4 належат Ахметову или не Ахметову, когда вы рассказываете про эту историю, я загадаю 2004 рік. Когда боролись против Януковича и против Кучмы, точно все то же самое было. Включали канали, топили газеты, переслідували редакции и так далее. То я вам, шановні мои однодумцы, друзья, украинцы скажу так, что мне однаково, кто за кого и как голосует. Есть возможность транслювать, есть свободное слово, она должна быть. Хай каждый высловит свою думку. До речи, користуюсь с нагодой, я вот сказал, что я радий вас, пан Кисельов, бачить в этой студии, а не в обезьяннику терминала аэропорта Борисфельд, где вас хотели походить и выставить. Нет, странно, знаете, обезьянник был чрезвычайно комфортабельный, но тоже выяснилось, что там была ошибка, тоже нечаянно, случайно. Я, честно говоря, за такие случайности... Не верю. Вот коллега Калныш не даст соврать. Давайте мы поблагодарим нашу коллегу из Днепропетровска, Евгений. Наташа, спасибо вам, что вы прояснили нам ситуацию. Ну, держитесь, как можете, выборы уже скоро, может полегче. Вы знаете... Ну, держимся, да, мы уже стали закалёнными. Мы все закаляемся в этих выборах. Спасибо. Спасибо, Наташа. Спасибо, Наташа. И я... Спасибо вам. И я, Наташа, есть. Вот, ну, честно говоря, вот не заподозрите нас в том, что мы договорились с собственниками Девятого канала или с кем-то ещё в Днепропетровске, чтобы специально вот такая история случилась. Для этого нам надо было ещё и канал отключить. Да, здесь у нас просто в студии присутствует бывший генеральный продюсер этого канала 34-го, который тоже, наверное, что-то может прокомментировать. Потому что вот Наталья Власова, она сейчас баллотируется как мажоритарщик Днепропетровской области, но в прошлом возглавляла тоже этот канал как генеральный продюсер. Что это не первый раз такое происходит? Вы знаете, за всю историю существования 34-го телеканала такого беспредела не было. Потому что какая бы власть ни была в Днепропетровске, какие бы решения там не принимались в городе, как бы сложно ни было. Но каналы у нас вещали всегда, и 34-й канал славится тем, что на этом канале, особенно последние годы, присутствовали все точки зрения, все политики, он был открыт для всех, за что нас ругали, и одна и вторая сторона, это было всегда. За последний месяц, вы знаете, я 20 лет занимаюсь журналистикой, и первый раз, правда, в качестве кандидата прохожу предвыборную кампанию. Но за этот месяц это уже второе отключение телеканала. Первый раз это отключение произошло как раз, когда шел сюжет о том, что я иду в... начиная свою предвыборную кампанию. И здесь я объясню, почему такое отношение именно к 34-му каналу. По моему округу, мой оппонент, вот хотелось спросить у вас, Борислав, почему вот, может быть, вы мне объясните, потому что я этого не понимаю. У нас представитель правого сектора идет как мажоритарщик, но то ли понимая, что, наверное, идеи правого сектора в Днепропетровске не могут быть поддержаны, поэтому он идет под эгидой блока Петра Порошенко. Вот, то есть, это человек, который... А я знаю, как вы говорите, вы говорите про Андрея Денисенко. Да, да. Подождите секундочку, но Андрей Денисенко, он получил предложение от блока Порошенко, и это его было личное решение. То есть, вот этот вопрос, вы можете сказать ему. Более того, база правого сектора в Днепропетровске на сегодняшний день растет самыми большими темпами. Количество прибывающих людей из Днепропетровской области в правый сектор и желающих участвовать в боевых действиях на Востоке, из-за того, что близко к базе сама находится, там одно из самых больших. Поэтому я думаю, что поддержка правого сектора в Днепропетровске как никогда высока. Я думаю, что вы не правы. Вы знаете, я думаю, что если бы поддержка правого сектора была так высока, то не надо было бы такие действия делать, как на сегодняшний день происходит с представителями как правого сектора, так и блока Петра Порошенко. А что происходит? Что происходит? Расскажите. Во-первых, за этот месяц, вы знаете, я иду от оппозиционного блока, потому что на сегодняшний момент я считаю, что оппозиционный блок в Днепропетровской области, по всем данным, он занимает лидирующее положение, он уже в таком отрыве от всех партий, которые у нас там представлены. Это блока Петра Порошенко в отрыве? Да, да. То есть вы на первом месте? Да. В радикальной партии в отрыве. Я бы же очень радовался. А если вы в Днепропетровской области... То есть если вы в Днепропетровской области пролетите, как фанера над Парижем, то вы скажете, что это что-то не то. Ну слушайте, вы еще поспорьте на что-нибудь. Да легко. Вы знаете, скажите, пожалуйста, почему за месяц, который идет наша предвыборная кампания, если нас не нужно бояться, если мы, в принципе, не представляем никакого интереса, повесили бигборды с агитацией, да, но есть блок Петра Порошенко, который мы понимаем, кто поддерживает Днепропетровскую область. А кто поддерживает Днепропетровскую область? Поддерживает губернатор, поддерживает власть, поддерживает, ну... Вы извините, что я с вами конкретики возвращаю, но это у нас получается все время. Если кто-то кое-где у нас порой. Не нужно даже лишний раз говорить. Так вот, мои бигборды, которых мне удалось 10 штук выгрызть, вот найти людей, которые не побоялись их повесить, они через сутки мне позвонили, говорят, Наташ, извини, но мы с ними. А что у вас там с добровольческими батальонами происходит, кстати? Что именно? Ну, говорят, что там они несвойственную им роль выполняют. Я сейчас до этого дойду. За одну ночь сняли полностью все бигборды. Осталось еще несколько агитаций на конвексборда. После того, как был разговор заместителя губернатора Корбана с своими представителями, у нас конвексбордов тоже не осталось. Их просто вырвали. То, что происходит с агитаторами, людей вывозят на кладбище, заставляют рыть себе могилы. Их запугивают... Кто это делает, простите? Я, конечно, извиняюсь, меня недавно тоже обвинили, что наши представители ведут себя некорректно. Потом точно такую же историю рассказали про еще одну партию, про еще... Я хочу сказать, а вы не думаете, что... Ну, я помню же, вы же к оппозиционному блоку относитесь, правда? И я помню, что и на Майдане вы там ничего не делали плохого, и 16 января вы не голосовали плохо, и вообще вы белые и пушистые. Вы уверены, что это действительно... Борислав, ну к Наталье все эти претензии, мне кажется... Нет, ну просто... Технологии, ну те же, ну технологии, раз вы идете с обеспечением... Технологии же не меняются. Вы уверены, что к этому имеет какое-то отношение правый сектор? Я не просто уверена. Вы знаете, на сегодняшний момент мое глубокое убеждение, что то, о чем говорили, стоял Майдан и так далее, сейчас действия идут в геометрической прогрессии. То, что сейчас делает власть, она ничем не отличается от... Наталья, у нас немного времени, пожалуйста. Все-таки вот я задал вопрос по поводу батальона. Добровольческий батальон, на сегодняшний момент... Мне просто приходилось про это читать буквально сегодня. На всех избирательных участках у нас будут стоять вооруженные люди, которые будут смотреть, как будут считать... Это неправда. Сразу же скажу, что это неправда. Я готов сейчас сказать, что это клевета. Более того, представители... Представители... И в Киев тоже приехали представители батальонов правого сектора. Но они все будут без оружия. Более того, они совместно с представителями СКУ будут заниматься тем, что будут хранить правопорядок в Киеве. А вообще, это нормально, что представители правого сектора, которые принимают участие в выборах, будут же охранять... Не в выборах, а охранить порядок. Я объясню, что это люди, которые доказали своим поступком, что они защищают Украину. Кому доказали? На передовой, там, где отсутствуют представители оппозиционного плоти. Послушайте, Борислав... Участники в выборах не могут стоять. Олег, одну секундочку. Мне хотелось бы... Тут очень часто уже поминали... Блок Петра Порошенко. Петра Порошенко. Блок Петра Порошенко. Вот у нас сидит Сергей Мищенко, представитель блока. Нет, нет, нет. Я вообще не представляю. Секундочку. Как не представитель? Я иду, как самовисуманец, с поддержкой блока Порошенко. Это разные вещи. Но вопрос в том, что в каждом из округов у каждого своя история. И каждый будет рассказывать про свое... Особственно, воно ближе к нему. Это понятно. Но вы помните, в 2012 году, как я проходил на своем 98 округе? Вы должны быть шестим, где вы должны были не признать эти выборы. Я на себе отчув от Януковича и адміністративный ресурс, и залякувание. Вы помните, каким образом я проходил до парламента? Но я никогда не подумал, что сейчас, в 2014 году, через два года, после Майдана, может быть под носом Киева, Чикаго. Я вам объясню, почему. Сейчас, так называемый народный фронт, тысячными экземплярами, распространяется чурнуху против меня. Сейчас народный фронт, их кандидат, сам на себя делает замах. И это СБУ довела. Другое. Третье. Народный фронт на сегодняшний день подкупает выборцев. На сегодняшний день народный фронт и их представители делают все возможное, чтобы взорвать выборы. Сейчас мне подзвонили из ОВК и сказали, что приехала СБУ до главы окружной выборной комиссии на 98 округе. И сказали, что на тебя готовится замах. Тебе нужно сейчас выставлять охорону. Сейчас ей выставляют охорону. Звонят мне из округа, что приехали сотни машин с тетушками от Народного фронта. Сергей, вы все очень интересно рассказываете. Можно какую-то конкретику, хотя бы фамилию называете. Как был админресурс, так и есть админресурс. Кто за это ответит? Я впевнен в том, что президент предложил СБУ разобраться в этом. Я впевнен в том, что СБУ должна в этом разобраться. Понимаете, в чём причина? Вроде бы за поддержку Блока, но другая политическая сила, которая борется не за победу, а за то, чтобы кто-то участвовал Кабинет Министров, так он называется фронт. Вот иди на фронт не на премьерство, а иди на фронт, туди на фронт и там доводь. А знаете, в чём причина? А причина в одному. Даже в двух причинах. В понедельник вся страна увидела, как в очередной разу представители Народного фронта блокировали закон, который дала коррупцию. Это мой закон про спадщину, который ждала вся страна. Пять с половиной роков. Пять с половиной роков я всё добивался. Два роки вони блокировали. Завдяки багатьом депутатам, в том числе и вот Олегу, нам вдалося переломити ситуацию, и вони всё-таки представники, и спикер, представник Народного фронта, и премьер-министр поставили. Это помста зараз мне, иди за ней закон про спадщину. Сергей, извините, про премьер-министра, про Народный фронт, про другие партии, про то, что происходит в стране, поговорим в следующей части передачи. Аплодисменты Спасибо за аплодисменты. Это программа «Чёрное зеркало». Последняя программа перед выборами в Верховную Раду, внеочередными выборами в Верховную Раду, которые должны состояться в ближайшее воскресенье. Ещё раз прошу напомнить, хочу напомнить, прошу всех здесь присутствующих, если вдруг у вас возникает желание говорить о каких-то цифрах, о том, кто на каком месте, кто на какой процент голосов избирателей претендует по опросам общественного мнения. Пожалуйста, прикусите язык тут же, потому что сегодня день социологического умолчания. Завтра день всеобщего предвыборного умолчания, и начнётся он ровно в 12. В предыдущей части мы говорили о том, что происходит на округах, где баллотируются по одномандатным округам. По мажоритарным округам, как их ещё называют. Сейчас мне всё-таки хотелось бы поговорить больше о будущем. Вот пройдут эти выборы, какой будет парламент, какая будет коалиция, какое будет правительство. Вот я, знаете ли, вчера прочитал в газете Financial Times колонку чрезвычайно известного и уважаемого во всём мире экономиста, который вообще шведского происхождения, но работает в Америке, Андерс Аслунд, который написал о том, что Украине нужен план маршалов. И он как бы призывает всех политиков на Западе приложить к этому усилию. В частности, цитирует предложение бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса, чтобы Евросоюз из своего бюджета на 2014-2020 год 3%, а это 30 миллиардов долларов, сверх тех 33 миллиардов, которые обещают дать международные финансовые институции, выделил чисто на гранты. То есть безвозвратные деньги выделил Украине. Но я своим небольшим умом осмелюсь всё-таки предположить, что дадут эти деньги или не дадут эти деньги, зависит от того, какое будет правительство и кто его возглавит. Вот вы, господа здесь присутствующие, как вы думаете, какое будет правительство и кто его возглавит? Спасибо за аплодисменты, но чуть-чуть терпения наберитесь. Просто я знаю, что Олегу Валерьевичу надо ещё и к Шустеру поспеть. Это правда. Но вопрос не куда мне поспите, а вопрос в том, что сказать. Не имеет значения, какой будет в уряд. Хоть Иванов, хоть Петров, хоть Сидоров. Важливо, какую программу, какую политику проводят. Вот мы сейчас по всему Киеву, по всей Украине, видим их бейборды. Голосуй, выбери меня премьер-министра. Ну да, это слоган народного фронта. Да, извините. Голосуй за народный фронт, выбирай премьер-министра. А почему человек должен кого-то выбрать, рядовый выбор, почему он должен выбрать кого-то у премьер-министра? Когда у этого рядового выборца дитина с дипломом про высшую освету на базаре стоит, торгует, нет стажа, нет возможности заработать пенсию, они все привыкли свои задницы вмещать в кресло. А то и премьер-министра, а то и президента. Это смотри, у кого, бывают такие задницы, что и в кресло не поместится. Я питаю, кто про простую людину подумает. Про финиу, если подумает. Далее. Вот кажут, выберите премьер-министром. Я питаю, Арсений, а за что тебе премьер-министром выбирать? За те, что 19 гривен литр бензина? Это вы его спросили? Это я скажу сейчас. Это потому, что 19 гривен литр бензина? Я думаю, что такой разговор не успешен. Чи за те, что 15 гривен за доллар? Чи за те, что цена на газ на 60% выросла? Чи за те, что минимальная зарплата меньше 200 гривен? Я питаю, за что выбирать? Я понимаю, выбирать, когда поднимается уровень жизни людей. Когда проводятся репорты. Подождите, а на бекборнах написано, что у нас есть премьер. А вы за него не голосовали? И что? А вы не голосовали за него? Олег Валерьевич, вы не голосовали за него? Голосовал. Ну так в чем дело? Несите точно так же ответственность за происходящее в стране, как и он. На виду многих других политиков я умею и знаю, что когда нужно извиняться, когда ты не прав, нужно извиняться. В данном случае я вважаю, что нам нужно не премьер-министра выбирать, а нам нужно выбирать новую экономическую стратегию. Нам нужно радикальные экономические изменения. Главное, это создание рабочих мест, чтобы миллионы людей, которые сегодня без работы, чтобы они получили эту работу. Чтобы доллар был, вот вы смеетесь, а в Украине 4 миллиона семей, которые взяли валютные кредиты и не могут их вернуть. Бо брали кредиты по 5 гривен за доллар, а сегодня 15 гривен за доллар. Миллионы людей, которые не могут на пенсию выйти. Потому что нам нужно не премьер-министра выбирать, а нам нужно новую экономическую стратегию. Ура! Рабикальные изменения. Для того, чтобы мы будем на работу. Вот что нам потребуется. Олег Валерьевич, мы вас отпускаем. Рано, рано. Не, нет, хора, 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 надо. Хорошо. Я за Савелья Михайловича волнуюсь. Я что, вы отпускаете, можно заклюсь на сумму? Ну, конечно. Мне Савелья звонит с смешкой, что я волнуюсь. Я на лысый. Верни мне Лешко. Дуже, дуже коротко. Вот тут большинство молодь. Хлопцы, девчата. 26 жовтня не пиво пить, не гулять, а на выборы. Знаете, почему? Бо от того, кто 26 жовтня будет в парламенте, залежит ваша доля. Вы в руках молодых, в будущих странах. Не в руках пенсионеров. Не в руках тех, кто 23 лет грабовал и дурил. Хлопцы, девчата, в ваших руках. Ваша доля в ваших руках. Не ждите, что кто за вашей жене будет. До встречи. Бажаю, приглашаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, Сергей. Дякую, дуже. Ну, давайте так. Того плана маршала, який був по війни, для України не може бути, оскільки там дійсно були гранты. Але 70% цих грантів шли на продовольство, на одяг, на пальне і так далі. Зараз Україна не в цьому. Не в це потребує. Треба дійсно інша якість економічної політики. Ми обрали уряд Яценюка. Після Революції Гідності. Пам'ятайте, багатьох представників Майдану тоди ж додали, яких зараз поступово витискають з цього уряду. Але були ж інші обіцянки цього уряду. От скажіть мені, от з точки зору економіки, хоч одне позитивне рішення, яке було прийнято за ці там сім місяців. А я не знаю, яке. От припустимо, я не знаю, чим філософія Народного фронту, економічна, політикономічна, відрізняється від опозиційного блоку. От припустимо. Ну, вы знаете, извините, я вас просто как бы отвечу вам, а потом вы будете дальше продолжать. Извините, кто не знает, это Сергей Терехин, который от Батьківщини баллотирується по одномандартному округу. Вот тут у нас был мэр Садовой, мэр Львова, который, сама помощь, да? И он был поставлен, можно сказать, в тупик вопросом там, а какова ваша программа, чем вы отличаетесь? Точно. Он говорит, мы отличаемся тем, что у нас в списке кандидатов нет ни одного бывшего там депутата, бывшего чиновника. Я говорю, нет, погодите, вы объясните мне, вы левый, вы правый, вы за то, чтобы решать проблемы экономики за счет того, чтобы наращивать налогообложение, или наоборот уменьшать налоги, или наоборот делать на какой-то другой аспект экономической стратегии упор и так далее. То есть, условно говоря, вы либерал, или вы консерватор в экономике. Вот, извините, но, пожалуй, что ни одна партия, по-моему, в вашем числе. Нет, давайте, давайте трошки. Вот против Батьковщины, она какая? Она левая, правая, она знает за что? Вот про это и поговорим. Вот давайте снова таки. Два слова про уряд и про те, какая Батьковщина. Чем, чем вы отличаете? Вот пришел уряд, бюджет разваленный, вы знаете, от, залишился от Азарова Януковича. Как его слепить? Вот что с ним делать? Первое, что сделал уряд, это заморозил заработные платы, пенсии, знаете, и стипендии. Нема индексации. У нас на кисть этого года примерно 20% инфляции будет. Все заморожено. Второе, что сделал уряд, поднял податки. Победаете, налейки ввел, да, вот эти 7%. Ввел військовый податок с первой копейки зарплаты. Мы спросили тогда в Верховной Раде, а что не на олигархи? Вот те, которые привели к этой ситуации, между прочим, и мы внесли тоже. Абсолютно. И у нас так же есть. Это Андрей Мохтик, депутат от свободы, голос подает. Он министр. Он министр. Он министр. Да. И еще один закон там про податки. Брати податок с квартирной платы, с первого метра, а не только с маэтки, как сейчас. Сберить централизацию податков. То есть мы говорили про децентрализацию, чтобы снять эти проблемы с регионами. Сберить централизацию податков. Ну и так далее. Значит, понимаем, что таким шляхом мы никогда не сбалансируем бюджет, никогда валютный фонд нам этих денег не дает. Никогда не сбалансируют точно? А вот такими подходами никогда не сбалансируют. Так это же были ваши представители, бьют тогда в тот момент. То есть вы хотите сказать, что в тот момент что-то вам по-другому. В Биуте, Батьковщине, жодного, жодного увага, перепрошу, жодного министра в своем уряде немає. А у Ти, яки пришли... Олег, Яценюк кем был? Да не галдит, ради Бога. Да подождите, ответьте, Яценюк был премистром? В Батьковщине, они сейчас в Батьковщине, нет, это называется у нас тушки. Памятаете? Тушки. И они ничего не отличаются от тушек минулого скликания. И еще одно. Вот смотрите, вы знаете, сейчас переговоры по газу, уряд ВИФ. Кажут, там Милан, там Брюссель, еще давно, какие-то домоглости. Так вот, это провал полный. Подождите, а сегодня же, вот мне Олег рассказывал в перерыве, что там по поводу газа? Какой? Нам Раев Россию сказал о том, что выделите, готов выделить дополнительные средства для того, чтобы... Ну, давайте я вам скажу, Путин в Милане говорит, уряд каже, все, мы домоглися, да, там 385 долларов за тысячу кубик. Путин каже, а мы дамо, яценюку газ, так и отдавали Януковичу. Януковичу давали, памятайте я, 268 долларов. А чего? Потому что уряд вырешил забыть про снижку по так званых харкевских угодах. Тобто, они априори приняли, что Крым анексованный, что ця снижка за базование флоту не працует, и что цей международный договор фактически дененсованный. Тобто, мне кажется, это зрада интересов наших в Крыму. Тем не менее, именно Яценюка правительство первое и единственное подало в стокгольмский арбитраж и требует справедливости за рубежом. Ни одно правительство до этого так не поступало. Ничего подобного. Оскільки вони в Брюсселе и в Милане договорились про эту базовую цену, то немає сенсу далі подавати позов до стокгольмского арбитражу, потому что вони погодились на цю 380... То есть, Михайская, что это спектакль? Спектакль. Да, більш за те. Валютный фонд... Вы согласны, что это случилось? Валютный фонд... Ну, я... Не, валютный фонд сказал, что даст. Памятайте, 17 млрд, чтобы мы 3,1 млрд до конца року Россию отдали. Мене взагалі дивует, как можно погоджуватися на борги перед агрессором, когда они нам заборговали только по репарациям Крымских сотни млрд. По зруйнованной инфраструктуре Донбасу сотни млрд. Розумеете, как можно погоджуватися, не желая все-таки какой-то своп сделать, пойти до того самого Стокгольма, но с вопросом Крыма. Вы знаете, что на прошлой неделе прошла информация, что все государственные власти Украины на территории Крыма плюс земли подошли до управления справами президента Российской Федерации. Это что такое? Это же крадежка, правда? Почему уряд не сидит с ним в Стокгольме? По Крыму, 7 месяцев оккупации. Сергей, мы поспорили, вот мы слушаем все время политиков, я специально вывел в центр зала Олексин Марьяну, это участник Майдана, волонтер АТО, с одним, наверное, простым вопросом. Марьяна, вот, да, это человек достойно аплодисментов. Марьян, вопрос простой, возможно, немного пафосный. За то стояли, за что имеют сейчас. Ну, я вам хочу сказать, что, когда мы вышли 21 листопада о 8 вечера, ни одного из этих политиков для нас не было. Я хочу подякувать таких людям, как Петро Шкутяк, Андрей Тарасенко из правого сектора, я хочу подякувать многим громадским действиям, зокрема, и журналистам Мустафея Найму. Но я вам хочу сказать, что то, что происходит сейчас, у нас руки опускаются. Потому что вот эти склоки, когда они з'ясовывают какие-то между собой стосунки, мы чули от Арсения Петровича Яценюка, который бил себя в груди и сказал, что мы уряд Камикадзе, мы уряд Камикадзе, мы дальше не пойдем. Ну, эти нюансы, это страна для народа, мы будем все делать. Я хочу видеть этих Камикадзе. Подождите, ну, ему, по-моему, понравилось быть Камикадзе. И собирается в роли Камикадзе еще один срок. Я не хочу критиковать певные действия, которые справедливо сделал этот уряд. Но когда пан Сергей рассказывает о том, что не сделал Яценюк, а они, я поважаю, пана Сергея, он как экономист, так сядьте, пейте, запропонуйте, робите все разом. Пропонували, ну, не тримайся. Ну, дослушайте меня. Я вам хочу сказать, что я на своих руках бачила все. Тобто, когда были 30 числа всех и никто никого не слушал, когда хлопцы из Небесной Сотни на наших руках помирали в готеле Украина, когда хлопцы в Айдаре мы выносим, и кто хочет дальше воювать, я попрошу, иди, идите, руки и ноги позбирайте. Подивься, как вы будете воювать. Хочу, Марьян, скажите, пожалуйста. Я хочу, что в порядке, чтобы он обещал. Я хочу, чтобы экономика работала, я хочу, чтобы суды были, я хочу, чтобы министр внутренних справ позвольнял всех ментов, которые были, и брал на себя ответственность, а не сидел в ресторане в АТО и пухал. Марьян, можно спросить? Я просто вопрос вам хочу задать. Ну, хорошо, вот вы это сказали. Вот вы кого бы видели во главе правительства? Вы знаете, я бачу менеджера-системника, который не играет в политические игры. Я бачу человеку, который имеет определенный опыт в управлении в экономике. Я бачу человеку, который наберет для себя настоящих людей, которые что-то на практике умеют. То есть можно какого-то мэра взять, а можно и человеку, которая училась, запропонировать. Сколько у нас молодые за кордоном учились? Ну вот говорят, что... Ну вот, например, говорят, есть такая версия, что новым премьер-министром может стать господин Гройсман, который, между прочим, успешный в прошлом мэр гордого министра. Доброе. Давайте тогда, я ничего не имею против Ивана Гройсмана, давайте мы тогда возьмемо всех кандидатов, проносуем, скличем людей и кандидаты доступно расскажут. Оце мои заслуги, это я что не сделал, это я в это погоджуюсь. Я хочу, чтобы так далее жила страна. Не за это мы боролись. Не за это мы 21 листопада вышли сами. Сама молодь, держи прапори біля этого. Я вам хочу сказать, что прошло только 11 месяцев. 11 месяцев, нам лишился месяц, когда мы снова выйдем. И я вам хочу сказать всем, пановые политики, вы дограетесь. Вы дограетесь, чтобы снова выйдем. Браво. Вот, а вы, пожалуйста, я прошу прощения. Борислав, минуту. Вот вы послушали человека... Я не хочу, чтобы молодь чула. Сейчас в условиях войны мы должны все вместе ставить. Но есть такие люди, которые подобаются подогревать факты. И которые подобаются Бориславу обливать брутом. И которые подобаются журналистам обливать брутом. Только чтобы вы их не слушали. И которые подобаются пана Евгена не пускать в страну, а не пускать наших сепаратов. Потому что им это подобается. Спасибо, Марьяна. Мне бы хотелось сейчас спросить представителя бизнеса. Вот у нас здесь присутствует Александр Гинзбург, он глава биржевого совета Украинской валютной биржи. Вот вы как оцениваете деятельность этого правительства с точки зрения, в том числе, тех экономических перспектив, о которых мы говорили в самом начале? Ну, если коротко говорить, то как провального? Потому что ожидания, которые были в марте месяце, когда это правительство было сформировано, и те ценности, цели и задачи, которые само это правительство декларировало, они ни на йоту не были спорны. Сергей совершенно право говорит, потому что все действия, которые были предприняты правительством, носили не реформистский характер, а фискальный характер. Все, что делало правительство, это пыталось увеличить налоги, чтобы сбалансировать бюджет. Но бюджет – это не экономика страны. Бюджет – это значительная часть, но не вся экономика страны. И проблема любой развивающейся страны в том, что доля бюджета в экономике страны очень значительная. Чем больше развития экономика страны, тем доля бюджета меньше. Стало быть, влияние чиновников на экономику меньше. Ну хорошо, а курс валюты? Так курс валюты – это и есть проявление действия экономики. Как можно? Многие ошибочно считают… Это не Национальный банк виноват в этом? Нет, совершенно нет. У нас есть несколько источников… Даже есть такое распространенное мнение, что вот не справляется руководство Национального банка с поддержанием Национальной валюты. Пытаюсь подать голос за Национальный банк. Есть несколько источников поступления валюты в страну, для того, чтобы граждане этой страны и компании могли ее купить. Это валютная выручка, это заимствование, это гранты в том числе, инвестиции и средства, которые граждане Украины, работающие за границей, пересылают на родину. В хорошие годы их было до 9 миллиардов долларов в год. И это очень значительная цифра. Хорошо, инвесторы как среагируют, скажем, на то, что господин Яценюк и действующая правительство в общем и в целом в результате останется, как оно есть? Как сейчас. Вы знаете, я в воле судебных достаточно много… Вопрос к вам, как к экономисту. Ежедневно, ежедневно общаюсь практически с иностранными инвесторами, пытаясь увеличить так называемую ликвидность этой самой валюты в государстве Украины. Вы знаете, какой первый пункт они называют всегда? Ни курс, ни инструменты. Коррупция. Да. Коррупция. Всегда… А в чем она проявляется, простите? А… С точки зрения иностранного инвестора. Для того, чтобы иностранный инвестор пришел в страну, вот первое, с чем он сталкивается, он сталкивается с разрешительными органами. Неважно, куда он собирается инвестировать. В ценные бумаги, в землю, в строительство, я не знаю, в построение каких-то магазинов или какого-то другого бизнеса. Он должен получить набор, не одно, а набор разрешений в этой стране. И разрешительная система такова, что пробегов в месяц, полтора или два, он говорит, ну вот черт, я пойду в Африку. Там спокойнее, доходность выше. Нет, я смею, это, кстати, существует, и сегодняшний день происходит отток, действительно, Африка очень привлекательный рынок. Совершенно справедливо. Именно это прозрачности. Это не… Ну, не вся Африка, наверное. Кроме Эболы. Ну, да, да. Допустим, Нигерия на сегодняшний день… Вы знаете, сегодня экономика, она же существует либо как пузырь, который называли в Союзе, либо как воронка. Вот в Африке сегодня созданная воронка иностранными инвесторами, в первую очередь китайскими, эти просто так деньги не вкладывают, он создает пузырь, который называется «Активы африканские». К сожалению, создать подобное движение в Украине этому правительству не удалось. Почему? Потому что Сергей совершенно прав. Они не прикладывали к этому никаких усилий. Ни одной реформы, направленной на стимулирование экономики, я не видел. Простые разговоры. Ребят, у вас проблемы с валютой. Что вы делаете для того, чтобы стимулировать экспорт? Экспортное кредитование, какие-то другие условия, которые известны, это не ноу-хау. Что вы для этого делаете? Не до этого у нас война. Минуточку. Возьмите территорию Украины. На какой части территории затруднена сегодня деятельность в связи с войной? Раз. Мы понимаем, что это дорого стоит два. Но давайте стимулировать остальную территорию Украины, для того, чтобы у вас появлялись деньги, для того, чтобы воевать. Или для того, чтобы что-то делать в этом отношении. Никакой реакции. Хорошо, какой должен быть сигнал? Какой должен быть сигнал инвесторам от украинских властей? Для того, чтобы они восприняли меняющуюся ситуацию и сказали, окей, вот теперь мы готовы вкладываться. Не будет коррупции. Не будет коррупции. Я про разрешение. Дуже проще. Пожалуйста, Сергей, извините, пожалуйста. Я хотел бы Сергею Каплину просто... Да, спустимся зараз на грешную землю. Вот я вчера проводил зустріч с выборцем. Пришло близко 100 людей. Пришла женщина. Вона отримует зарплату в размере 1 900 гривен. Хаты в ней своя не имеет. Вона снимает квартиру. В ней хвора дитина. Коштует оренда квартиры 1 700 гривен. У нее остается 100 гривен, по сути. У кого можно за свое життя вона уже позичила. Жити нема за что. Разом с тем, два недели тому, после первого визита Службы безопасности Украины на Укрзалезницу, до речи, за писемками нашей передачи, когда я был присутствием, и говорил, что уряд Яценюка побил рекорды коррупции уряда Азарова, с которым он, до речи, целовался на день рождения у него. Что уже есть сигналом до того, что должен быть такой у нас премьер, или такого премьера у нас не должен быть. Знаходят у одного из руководителей миллион долларов готувки и несколько миллионов гривен готувки так же. Это в час, когда забрали деньги у матерей, которые родились в стране войны и бедности детей. Когда нет, что взути наших солдат. Другая складова. Это говорит очень много про проблемы в зоне АТО и про стан, в котором наши солдаты. Статя 4. Закон Украины про антитерористичную деятельность. Покладает всю ответственность за антитерористичную деятельность на премьер-міністра и уряд Украины. Вместо того Арсений Петрович призначил себя послом Украины в Международном валютном фонде и не брал абсолютно никакой участи в этих процессах. Когда Держрезерв, когда было заседание уряда и руководитель Державного резерву пропонировал тушенку, которая у нас есть в Держрезерве, для наших солдат. Уряд сказал, я продолжу, уряд сказал, что эта тушенка не подходит, потому что это яловичина, а не свинина. Рацион не таки. Друге, в Держрезерве, я наголошую, есть сегодня теплые вещи, есть буржуйки, есть наметы, все есть для того, чтобы зігреть и забезпечить наших солдат. Но выгодно купить, конечно, на тендерах по тем процедурам, которые до сих пор существуют. Хорошо, ваше отношение к Уряду. Третий, остальное, что я хотел бы сказать. Хочу наголосить. Сейчас в стране был шанс сформировать новый парламент без олигархов, без недобитков Януковича. Покажите мне эти округи в моей Полтавской области, где Арсений Петрович от Народного фронта поднимал своих кандидатов, у которых 7-8% против других кандидатов, которых по 15%. А по проходе за Россию... Сергей Николаевич, извините, я все пытаюсь ставить свои 5 копеек. Извините, ради Бога, я понимаю, что вы хотите сказать очень много всего важного. Простите меня, пожалуйста, что я вас перебиваю. Но вот вы говорите недобитки там Уряда у Януковича, а вот мне приходилось и слышать, и читать, что не исключен, допустим, такой вариант, что возьмут сильную Украину в коалицию, и Тегибко сделают премьером. Справятся? Я хотел бы сказать про Тегибко. Цего, вы видите, выродка, треба с країны просто выставить. Ну давайте только вот не в таких жестких выражениях. Первое, первое, кодекс Азарова-Тегибко, против которого мы боремся, до речи, один из инициаторов податкового Майдана по всей Украине. Воно хотело знищити спрощену систему оподаткувания разом с Азаровым. Другое, пенсийная реформа, за которую послали и моя мать, и матері по всей стране. Воно плюнуло в душу украинским женщинам. Третье, саме воно не пришло в зал заседания Верховной Ради Украины, коли мы могли до смерти на Майдане покинчить их Януковичем. Вы такой вариант исключаете, да? Вы покинчите их Януковичем. Понимаете? Не было бы тебе вискотность, чтобы он не торговался с Януковичем за посаду премьер-министра Украины. Сергей, ну вот раз вы уж вспомнили всю и помянули Азарова с Януковичем, видео появилось на днях очень интересное в интернете, которое доказывает, в принципе, вот одну историю, которую мне рассказал несколько лет один из министров времен Януковича, звучало, если коротко, что мы влада, все вареники в одни великой миссии с маслом. Один рік ближе до масла, другой рік подалее, але главное не выпадать. Покажите, пожалуйста, видео, которое подтверждает эту теорию одного из владельцев. Продолжение следует... Алексей, ну я так понимаю, что это... Время его 2007 года, да? Да, это 2007, кажется, год, это может быть немного позже. Ну это тот период, когда... Это еще Янукович премьера, а Азаров у него в правительстве. Беда всех. Но на камере уже тогда эти люди враждовали и обвиняли друг друга. Я бы хотел снова... Я бы хотел снова... Подождите, я хочу снова Марьяну. Я хочу снова послушать Марьяну. Сергей, я дам вам слово. Сейчас Марьяну человек, который Майдан сделал. Марьяна, пожалуйста. Прокомментируйте, думаю, Сергей. Сергей, все, мы вас услышали. Марьяна. Сергей, дайте мне пару слегу. Я просто в шоке с этого. Я вам честно хочу сказать, это... Это зрада хлопцей, которые помирали у нас на руках. Это зрада тех кусочков тела, которые мы выносили с Майдан. Это зрада того, чего чеки можно быть. Я вам хочу сказать, чеки одни хлопцы. Або сидите, что-то робите, або кайтесь. Або робите что-то в своем жизни. Это было 7 лет назад. Люди меняются. Меняют свои взгляды и уважения. Это проблема, что, на жаль, когда приходят до влады, а когда приходят до влады на крови, как это сейчас происходит, то нет ответственности перед теми, кто загинул и кто ожидает изменений в всей стране. Я могу, знаете, прогноз сделать. Если опять начнется, кто будет премьер-министром, кто будет министром транспорта, кто будет министром финансов, кто будет... Если сейчас будут делить портфели, и все уже делят. Потому что уже эта политическая сила каже, если меня не сделают премьер-министром, я... Если кто делит, кто с кем договорился, а кто договорился. Так, мы бачим это на бікбордах. Мы голосуем за премьер-министром. Уже одна политическая сила каже, если не премьер-министр оцей, то тогда мы не пойдем в коалицию, потому что это уже торги идут. И поэтому ультиматум прямо, если сейчас эта страна увидит, что пришла дележка портфелев, и ничего не изменится. Вот тут молодь стоит. У них пятый курс закончат. Им нужно працевлаштоваться. А их не возьмут на работу. То можно сказать, у вас досвіду нет. А почему нет досвіду? А потому что на работу не берут. Так вот, если этот уряд быстро не сделает, что эти молодые люди должны первое иметь рабочее место и их должны працевлаштовать, а если мы не поборем коррупцию, потому что, говорит этот человек, не пойдут инвесторы, если снова у нас не будет изменений, то через год этой Верховной Рады не будет. Вы не управляете. Пожалуйста. Без понятного, мы об этом быстро не забыли. Как можно победить коррупцию те люди, которые 23 года с ней борются, а победить не могут? Только одним способом. Попрощайтесь с людьми. Хорошо. Я хочу задать вопрос ко всем кандидатам в народные депутаты. Дело в том, что я готовил материал недавно, как раз посвященный тому, чего ожидает бизнес от будущей Верховной Рады и оценка деятельности этой Верховной Рады. Оценка деятельности этой Верховной Рады самое нелестное. Что касается будущей, то есть в том числе и тех, кто сейчас депутат. Так что касается будущей Верховной Рады, что хочет бизнес? Во-первых, все обращают внимание на то, что очень большой размер налогообложения, о том, что у нас 50% ВВП перераспределяется. Так не должно быть. Для такой бедной страны. Дальше смотрим. Второй вопрос. Достаточно важно, даже важнее гораздо, чем размер налогов, это постоянные проверки. То есть эти ходоки от налоговой администрации, от налоговой инспекции, от санэпидемстанции. Только пожарников закрыли в августе, но они перед этим успели там много крови попить, перед тем, как их всех там запретили. Окей, но куча самых разных ведомств, которые приходят с постоянными проверками. Говорили там о том, что должны были провести налоговый компромисс, который должен был как-то это все дело разрулить. Ничего не проверили, как она рада его завалила. Фактически на сегодня продолжается давление на мелкий и средний бизнес, на крупный в том числе. Смотрим третий как бы аспект, тоже довольно важный, это то, что касается коррупции. То есть у нас очень много тратится денег и тратится не туда, куда нужно. По сути, то, что говорит бизнесмен, нужно резать расходные части, следить за тем, чтобы это все не уходило как решето. Вот конкретно каждому из вас, кандидаты, вопрос, каким образом вы собираетесь решить эти проблемы? Какие законопроекты вы предлагаете для того, чтобы изменить это? Что конкретно в СССР? Я вам нагадую, что мы бы мали в травне месяце ратифицировать угоду асоциации с Евросоюзом и ввести 100% ее имплементовать. Натомисть, мы отклали это в найбільшую часть, которая присвячена борьбе с коррупцией экономической, сертификацией, стандартами, доступу до европейских структурных фондов. Вот, допустим, для молодежи очень интересно. Есть специальный структурный фонд, который занимается працевлаштированием людей, которые закончат выше, и наданием кредитов молодым семьям, специальный. И плюс есть специальный структурный фонд для людей, которые первый раз идут на работу в сельском господинале. Понятно. Хотя бы одно предложение. Чому? Почему отклали? Почему? Нам сказали, что давайте мы там еще не домовились с Россией Федерацией, это предмет торгу, может, мы на КГАЗу там что-то торгуем або АТО заканчиваем. Понимаете? Мы таким... От, как бы мы 100% ввели оцю асоциацию, а там знаете, сколько додатков, вот специальных, мы отклали? 68 штук. Нам не треба своих программ. Воно там все написано, понимаете? Сергей, Сергей. И теперь по корупции. А у вас иллюстрации, мои женщины. Слушайте, давайте не будем сейчас про корупции иллюстрации. Это повязаные речи. Два месяца после Майдана, я вам нагадую, громадские организации написали проекти законов. Правда? Два месяца. Теперь, чего мы их приняли, на минулом тижне только, скажите. Да просто. Для того, что Яценюк что сказал? Что принципы иллюстрации и антикорупционные законы будут переверяться на членов уряда с 1 листопада. Он сказал, правда? Когда выбор... Парень, извините. Почему? Следующий, пожалуйста. Сергей Каплин. Вот не треба людям забивати голову. Вопрос был, я напоминаю, да? В ответ очень простая. Что вы будете делать? В стране, вот просто один пример. Есть такой податок с доходом физических людей, который частково наполняет бюджет. Чтобы вы знали статистику, 1% этого податка, цієї базы, наполняют люди с наддоходом и средним доходом. 99% наполняют найбеднейшие верствы населення. В ущеме свете это спосредоточение 30 до 40. То есть, бедные платят за много. Бедные платят за много. Это 100% информации. Сергей, не нужно говорить. Слушайте, я напевно знаю краще. Друге, якщо мы не змусимо платить олігархи, а змусимо только в том випадке, когда он не будет в Верховной Раде Украины. И не будет такого, как в городе Кременчук, где кандидат депутата Шаповалов только появился в парламенте, сразу беда Клюева построил себе дом, или купил себе за 2 миллиона долларов дом. Доки мы не вычистимы олігархи из Верховной Ради Украины, и они не будут вкладывать деньги в политические проекты и партии, а будут модернизировать свои предприятия, эти легалы, которые они владеют, и платить все податки, которые платят в целом свете и многие люди до этого часу реформи в Кремене не начнутся. А Верховная Рада будет неградовать. Вы не делаете это в Верховной Раде? Почему вы это не делаете в Верховной Раде? Я зарегистрировал, я повернулась, послушайте меня, я повернулась в Зволині, там есть очень красивый нардеп Сергей Мартиняк. Сергей Мартиняк, коллега, нардеп, и так далее, пацанчик голосовал за 16 сечня, а теперь гарно перефарбовался, рассказывает всем, раздаёт гроши, рассказывает, какой он крутой, он имеет большую фирму Пан Курчак. И люди ходят до предприятий, питаются, а что у нас дорога погана и так далее. А он в конвертиках выдаёт заработную плату, но он пьет до Верховной Ради, потому что он знает, что если он не пройдёт в Верховную Раду, он заставит платить податки. Поэтому у вас есть лишь одно... Вы должны делать хорошие суды, правильные МВС, не 20 податков, а 5. 5 податков и всё, и всё, и критина поддерживает. Одна ремарка. Можно я пронармсирую? Марк Гресь, пронармсирую. Мишина, к нам присоединился к этой дискуссии, что Марк Гресь в Водовом суде... Дві ремарки. Я зарегистрировал два закона протягом этого месяца. Первый. Про национализацию газовых и нафтовых родовищ. Это первое. Это треба что сделать. Законы принимали, уже перебили кучу народу, да? И народ убивают ежедневно. Народ убивают ежечасно. Кто его убивает? Да, вот сейчас у нас происходит такая интересная дискуссия там по поводу того, какие события, какие предложения мы можем сделать, какие экономические реформы мы можем сделать. Ничего мы не можем сделать, потому что пока олигархат при власти, это изначально невозможно. И то, что у нас показала АТО за последнее время, это чистая демонстрация того, что олигархия это людоедский, абсолютно феодальный, абсолютно первобытно феодальный режим. У нас, скажем, неделю назад произошла ситуация, да, после одного из эфира, да, помнишь, Борислав, да, все это. То, что там на меня подрезали, там, это ерунда. То, что на нашего начальника, там, Ивана Франковского штаба напали и забили битами, это ерунда. Но те факты, которые вот сейчас скрываются, показывают неимовернейший цинизм того, что происходит на войне и на крови. Одно дело, да, вот, когда мы там говорим экономика, там, экономика, да, черт с ним, украл, там, и прочее. Но когда крадут, выдергивают зубы у трупов, да, вот там, по большому счету, это я сейчас образно говорю, становится страшно. Вот сейчас мы, я хочу вас познакомить там с одним человеком, который просто, вот, был лично знаком с комбатом Семенченко. И сейчас мы хотим показать некое видео, для того, чтобы вы просто посмотрели, как делаются фейсбучные генералы, как делаются у нас фейсбучные комбаты. Не уходите от микрофона, пожалуйста, лучше, если вы сядете. да, я слишком размашистый темпераментом. Да, можно включить видео, которое мы... Оно есть там? Есть, 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 потому что обещали, да, я выложил все это на файлообменник и обещали его показать. Хорошо, вот видео какое-то. Это ваше? Так, сейчас, да. Можно? Можно подойти? Добавить. Подойди. Это человек, воевавший во том... Сепаром, пойдешь? Конечно, сепаром. Сепаром? Сейчас, саванков, пожду вас всех. Присаживайся туда. Дети, я не могу. Я не могу. Я не могу. Выпозрали. Выпозрали. Ну, тогда это... А по поводу этой колонии... За каком преступлении выросли? По 121-й. Это что? Нанесение отяжки в телес. А сколько вам было? Ну, далее... 7 лет. 7 лет. Освободились. По амнистии. За 4,5 года. Остались. Бывает такое, что вот выпускают из тюрьев людей, и автомат дают... А вы шли воевать? Нет, ни разу не видели такого. То есть совпадение, что вы через 3 дня попались на блокпост с оружием? Да я без оружия попался. Эти люди стреляли в наших бойцов. Как вы видели, людей никто не бьет. Сейчас все прокомментируете. С ними работает дознаватель. Люди обуты, одеты, накормлены. Все это реально террористы. И то, что их не убили в бою, им очень сильно повезло. Засними это. Это мое. Я знаю. Засними здесь. Два телефона твоей? Да. Алеша, Алексей. Я сидел в поселке. Микрофон, помогите, пожалуйста. Давай посмотрим. Я выжил в поселок. 4 месяца на минуту. А вы снимаете? Снимаю, снимаю. Да, да, да. Что от руки снимать? Майки снимать. Майки снимать. Повернись. Ну что вы здесь потеряли? Я жил здесь рано. И что ты здесь? Момент освобождения приехал сюда. Куда мне ехал? Да. Момент освобождения приехал сюда. Ты жил здесь раньше. А где? Нет. А потом как? Куда тебе ехать? Тебе что, некуда ехать, что ли? Ты можешь прокомментировать, что сейчас происходит? Нет. 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 Это боец с позывной Доберман. Он вел допрос этих пен. Расскажи, пожалуйста, что происходило. Я командир подразделения разведки Доберман из батальона Донбасс. Этих людей мы задержали на блокпосту Попасное, когда был штурм. То есть после штурма буквально, когда мы захватили этот блокпост. Просто ехали гражданские. Это абсолютно гражданские люди, которые ехали на мопеде. Кто-то там пешком шел, кто-то на машине ехал. Мы их останавливали, да, под оружием. То есть мы не знали, кто двигается в нашу сторону, потому что в данной ситуации сейчас идет минометный обстрел сектора за железной дорогой, где наши работают. То есть мы взяли один блокпост, наши продвинулись вперед. Вот эти люди совершенно без оружия, без боеприпасов, без военной формы. Они просто ехали. Вот я забираю ключи от мопеда у него. А зачем вы все это делаете? Ну, мы забрали, потому что до... Вот я даже не связал руки, потому что у него рука порезанная. То есть мы его выводим, просто сажаем. Никто его не бьет, никто его не пытает, никто ему ничего не делает. То есть эти люди были взяты на блокпосту без оружия. Они гражданские. Но до выяснения обстоятельств, может это правда быть, корректировщик или кто-нибудь, корректировщик минометчика или корректировщик снайпера, до выяснения обстоятельств с ними должен поработать судебный дознаватель. То есть, ну, я не знаю, там, следователь кто. Мое дело доставить этих людей на базу. А дальше выяснят, виноват он или нет. Но у этих людей, я еще раз хочу сказать, в этой студии не было ни оружия. Не было абсолютно никакие... Что случилось? Объясняю вам ситуацию, что случилось следующее. Этих людей обвинили в сепаратизме, что их взяли с оружием. Семенченко, что они... Вы были в батальоне Донбасса? Да. То есть, я взял этих людей... После этого... Я объясню вам сейчас ситуацию. То есть, этих... То есть... Подождите, при чем тут мои берцы? Ну, я понял. Хорошо. О берцах поговорим еще. То есть, этих людей я доставил на базу, после чего Семенченко обвинил этих людей, что это сепаратисты. Что у них было оружие в руках, что они были задержаны во время штурма, и что их не убили. Хорошо. А где эти люди сейчас, вам известно? Я не знаю, вот потому... А почему вы не интересуетесь их судьбой? Так вот, я пришел, потому что меня нигде не слушают. Куда я это не обращался? Я обратился на Громадское. Мне отказали. Видите ли, Семен завтра станет депутатом, мы не можем. Мы боимся. Ну, боитесь, боитесь. Я не боюсь этого сказать. Есть много еще фактов, о которых мне лично хочется пригласить сюда. Можно показать следующее видео? Семенченко... А сколько же вы его принесли, того видео? Много. Довольно. Ну, давайте посмотрим. Да, это то, что происходило при допросе. Телепродажа. 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 Кто это собирается передать? И деньги, и бензин, и они заранее дали. Кто собирался? Ну, там тоже параши. Собственно, они бензин купили. Я, например, ничего не понимаю. Швату. А они швату собирались передать деньги? Бензин заботливы. На каких условиях? Ну, не понятно, честно. То есть, а кто подробнее за деньги продать? Что сват, что? А, слушайте, Марк, прокомментируйте, пожалуйста. На мой взгляд, это совершенно непонятно. Значит, что здесь происходит? Здесь происходит допрос двух человек, которые задержали сначала при воровстве огромнейшего количества бензина, нескольких тысяч литров, которые были проданы при посредстве господина сваток. Кто такой сват? Зам Семенченко. Зам Семенченко. Простите, но... После чего? Из этого... Это, знаете, слово против слова. Вот это видео... Простите, этого не докажено. Это реально непосредственные люди, которые признаются... А где это видно? Наверное, нужно сейчас более внимательно послушать. Жаль, мы не оттитровали. После чего эта операция была отпразднована в бане. Девушку изнасиловали. Когда она выскочила оттуда, ей вверх, когда начали стрелять. А есть это видео? Конечно, есть. Да, это... Так, где вы что-то? Это порядка 20 минут готовы. Так, слушайте, спросите, но сейчас у нас нет 20 минут смотреть. Может, может, немножко остановимся? Давайте все-таки остановимся. Подождите, давайте я... В интернет разместите. Вот здесь... Оно вывозено. Давайте про... Если позволите, я хотел бы... Да, вы что-то хотели сказать. Да, вот, Борислав. Еще с державой будет рак. Вот я хотел бы вернуться к вопросу. Мы говорили про экономику, и самая большая проблема, о которой мы говорили, я все понимаю, сейчас просто скачет вот так по кругу, это то, что у нас до сих пор нет понятия политической ответственности, культуры. Давайте так, когда мы все, каждая политическая сила говорит, а теперь это не наши люди, они тетушки, они там тушки убежали от нас, это неправильно. Люди, которые ведут постоянно в парламент тушки, это, значит, безответственные люди. Более того, если премьер-министр говорит... Если премьер-министр говорит за пару месяцев до этого, можно говорить все, что угодно, но я без чести жить не буду, я еще куля в лоб, то куля в лоб, а потом забывает про эти слова и живет без чести, это совершенно другое. Можно говорить об эмоциях, можно о чем угодно. Этот человек обещал провести реформы. Было такое? Было. Этот человек рассказывал и начал говорить опять о реформах, только перед выборами. Это говорит только об одном, что после выборов он о них забудет. Но Украине для этого не хорошо, не плохо. Я сотню раз говорил о том, что громкие слова лишь сотрясают воздух, громкие дела сотрясают историю. Так вот, для того, чтобы нашу историю сотрясти, необходимо, чтобы в парламент пришли новые поколения. Новое поколение экономистов, юристов, новое поколение патриотов. А со старым поколением надо попрощаться, сказать спасибо, за 23 года вам ничего не удалось. И вот эти вот люди, которые здесь, это следующее поколение, которое должно прийти и улучшить. Но когда вы меня спрашиваете, что надо сделать, я считаю, что Каха Бендукидзе сказал потрясающую фразу. Когда экономика испытывает кризис, налоги не увеличивают, их понижают, для того, чтобы дать толчок, дать им толчок экономике. И почему-то это наше правительство Камикадзе не слышит. Почему-то наше правительство Камикадзе игнорирует законы экономики. И почему-то наше правительство делает так, что людям в правительстве хорошо, а в Украине плохо. У нас Камикадзе, кто получил пенсию, 1100 гривен. Камикадзе, дозвольте, я еще хочу сказать слово. Мы очень забыли, мы очень хорошо говорим про уряд, но мы очень забыли одну людину. Извините, а я могу его сказать. У нас есть такой спикер, который очень круто сейчас пиарится на всяких там правительственных, это их в АТО, он очень быстро пиарился. Он пиарился, сейчас недавно была коллега МВС, его товарищ по партии, пан Иваков, его туда закликал, и милиционерам гарно втирали, что они должны делать, хотя человек, который руководил Волинскую милицию, перевели сейчас Киевскую милицию, не знаю, за какие услуги, вместо того, чтобы его иллюструвать. 32 квартиры вручил. Хотя я просто хочу сказать одно. Хлопцы, вы дограетесь, вы настолько дограетесь, что я маленькая, метр 50 могу быть в АТО, а вы сидите в ресторане 6 ветрів, и мы едем туда, задо Миколаевною Роговкою, и она переконывает людей любить Украину, а вы сидите дальше, мы возвращаемся, вы дальше сидите в ресторане, вы дограетесь. И Крым вы сдали без жодного боя, вы договорились, почему пан Турчинов ездит на сутствие Зеленуковича, что он там с ним говорил. Они были один на один. Кто подтвердит, что он не договорился с ним? Я просто хочу сказать, встаньте, покайтесь, и дайте стране вместе жить. Я за то, чтобы у нас было... Я за то, я за то, чтобы в нашей стране было две партии. Я за то, сори, хлопцы, но я скажу, я за то, нехай одна партия что-то не сделает, другая говорит, вы все разом объединяетесь, и будете что-то делать, а коммунистов и рейхов нужно гнать свой. АПЛОДИСМЕНТЫ Марс, все-таки возвращаясь к тому, о чем вы начали говорить, вы можете внятно, внятно сформулировать то, что вы хотели сейчас сказать? Да. Сидите, пожалуйста, я вас умоляю, да. Пожалуйста, две партии, сидите на месте, не размахивайте руками, и говорите в микрофон. То, что происходит сегодня в АТО, это ужасно. То, что никто не несет за это дело ответственности, даже за страшные поражения, которые обошлись в Украине в сотни или тысячи жертв, это караул. То, что, то видео, которое мы сейчас можем показать, абсолютно доказывает вину... Простите, но вот то видео, которое вы показали, на мой взгляд, не доказывает ничего. Мы не услышали ничего. Ну хорошо, хотя бы титры надо наложить. Здесь ничего не услышали, да, я думал, честно говоря, что все будет слышнее, потому что, когда знаешь материал... Мне кажется, что все-таки это видео надо выложить в интернете, для того, чтобы люди могли его там многократно посмотреть и понять, о чем там идет речь. Потому что, так это слово, юристы это называют слово против слова. Если вы можете показать кадры последних нескольких часов операции под Иловайском... Часов-часов? Нет, это не видео нескольких часов, а выжимка из нескольких часов, последних часов операции при Иловайске, страшной трагедии при Иловайске. Пожалуйста, если это возможно сделать, я тогда приглашу непосредственно журналиста Ростислава Шапошникова, который находился в это время, в это время в бронированном бусе генерала Хамчака. Вы знаете, Марк, мы обязательно покажем это видео, и, насколько я знаю, господин Шапошников должен здесь в студии появиться, но все это произойдет в следующей части нашей программы. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы переходим к следующей, в заключительной части последнего предвыборного выпуска программы «Черное зеркало», которая вам представляет редакция подробностей. У нас очередная смена состава. Здесь кто-то ушел, кто-то к нам добавился. Я знаю, что сегодня попросил пораньше уйти из студии мой коллега Валерий Калныш, и я хотел бы начать эту часть с вопроса к вам, Валерий, как к политическому журналисту. Все-таки те вопросы, которые мы сегодня задавали, ваша версия, что мы будем иметь после выборов? Какой будет парламент? Какая будет коалиция? Какое будет правительство? Ваш прогноз? Если говорить по партиям, то, наверное, коалиция будет в составе блока Петра Порошенко, самопомощи и, скорее всего, Тегибка. Вы считаете, что все-таки Тегибка? Да. Ну, я слышал о том, что вплоть до того, что были уже подписаны некие предварительные договоренности о коалиции в таком формате. То, что касается Народного фронта, Батьевщины, это будет оппозиция, но это будет оппозиция не к стране, не к Украине, это будет оппозиция к президенту, ну и будет Ляшко, который против всех. Да, такой вот, против всех. Вот. Не долговременно будет Верховная Рада, я так думаю. И, скажем, мне очень интересно и любопытно смотреть на все те усилия и те миллионы денег, которые вбрасываются в компанию, причем они не успеют, давайте так, они не успеют отбиться. Вы что, думаете, что эта Рада не существует полностью? Нет, нет. Она пять лет в такой нестабильной ситуации, политической, экономической, общественной. Это слишком большой срок, который не выдержит этот парламент. Скажем, некоторые регионалы, которые даже не рискнули баллотироваться, ну, говорили, что, скажем, перевыборы могут быть уже чуть ли не в следующем мае. Да, потому что зиму в условиях войны, ну, скажем так, отсутствие газа, хотя, я надеюсь, все-таки там эта ситуация разрешится, оно может просто смести народным недовольствием весь этот парламент, чертовой матери. Ну, голос народного недовольства в лице Марьяны Алексеевны мы сегодня слышали. Марьяна, кстати, она опоздала немного. Марьяна, пройдитесь. Марьяна, вот там есть свободная и Настя, пожалуйста, Марьяна. Мой честный президент, скажи мне, пожалуйста, а вот подозреваешь, ну... Будь ласточка, выключен на тему, Будь ласточка. Скажи, пожалуйста, ты не боишься, что в случае, если Тегибко войдет в коалицию с президентом, это может вызвать, мягко говоря, нестабильную ситуацию не только в обществе, но и как раз подтолкнуть тому самому третьему Майдану, о котором мы говорим. Может, может, но... И президент на это пойдет? Смотрите, ну, вы же все рассуждаете как политики, да, вы рассуждаете категориями свой-чужой или свой-свой. И, кстати, в противоположных лагерях там, точнее, чужих в противоположных лагерях ведь не так уж и много, да? Ну, давайте так, по-честному, все после таких эфиров мы подаем руки прощаемся, ну, и как бы... Это корректность, это вежливость. Как бы расходимся, как любви. Но мы, например, не готовы объединиться. Смотрите, если возникнет вопрос, вот давайте так, тут я поступлю не совсем корректно, вопросом на вопрос. Если возникнет ситуация, когда надо будет поступить со своими политическими принципами, амбициями, но при этом привлечь профессионалов, ну, которых ну, нет у вас. Я не говорю, что они есть у Тегибко. Да, я говорю о том, что тут же все за единую страну. Я согласен. Это спекулятивный вопрос. Нет, нет, я понимаю. Ваше питание спекулятивное, потому что Сергей Тегибко не пришел тогда на заседание Верховной Рады, когда обещал, когда расстреливали людей. Он не пришел через два дни и через три дни, а потом делился и красовался. Я не собираюсь защищать Тегибко. Говорите про то, что какие-то профессионалы от Тегибко оппозиционного боку или еще что-то врятуют страну, это спекуляция. Очень хорошо. Но... Послушайте, вот это тоже спекуляция. Вот тут 200 людей. Хочет одна людина, что Тегибко проголосует? Ну скажи, где это самоубийство? Где тут? Нет, нет. Ну в данном случае, это... Ну вы же понимаете, что это тоже спекуляция. Нет, вопрос не о этом. Друзья мои, это от вас будет зависеть. Это от вас будет зависеть. Сможете ли вы в одну телегу впрячь премьер-министра нынешнего президента свободу, да? Не рассориться во время избирательной кампании. Зайти в парламент и договориться. Друзья, вы начинаете выяснять отношения, еще... Вы подайте до выстрела, извините, за этот избитый штамп, да? Ну заходите в Раду. Вашу партийную интересу... Я думаю, что свободе это закинуть не можно. Свобода действительно поступала многим своими интересами, чтобы сохранить единство оппозиционных сил. Хорошо. Чтобы, власне, покласти свой авторитет, али брати ответственность, когда страна стояла перед правлением. Вы же прекрасно помните, если исполнить кампанию... Если исполнить кампанию... Если исполнить кампанию... Владислава, это очень классно. Чи вы простите смерть Небесной Сотни и объединяетесь... Нет, конечно, нет, конечно. Все. Тогда все. Принимаем. Валерия, я чувствую, что я вам... Не возможно придать... Послушайте, моя задача... Не возможно придать принципы. Замечательно. Именно за эти принципы и погибли эти ребята. Правильно. Именно за эти принципы будут сейчас голосовать. И придав принципы во имя экономической выгоды, это предательство. Мое дело, как журналиста, вас об этом предупредить, если вы вдруг этого не знали. Ну, я знаю. О таких переговорах. Нет, я знаю о том, что нельзя... Нет, моя задача, моя задача предупредить, чтобы потом, потом, там, через 2-3 месяца, когда мы здесь соберемся, и когда, может быть, коалиция сформируется в таком составе, вы не сказали, чуваки, а мы не знали. Нас развели. Нет. Поэтому... Моя задача... Моя задача предупредить. Такой вариант возможен. Пан Андреевич, последний вопрос, потому что я должен человека отпустить. Вот как вы понимаете, или как вы истолкуете сегодняшнее заявление Юрия Луценко, человека, который один из лидеров партии Блок Петра Порошенко, которого порочат в спикеры, когда он говорит, что мы готовы уже в начале следующей недели заключить новое коалиционное соглашение со всеми партиями Майдана. Сразу, кстати, возникает большой вопрос, а что такое партия Майдана? Вот была Батькивщина, а теперь есть Батькивщина и Народный фронт. К примеру, был удар, а теперь удар, по сути дела, влился в Блок Петра Порошенко. И эта коалиция, заметьте, будет основываться не на привычных партийных квотах. Ну, вопрос квот, собственно говоря, и погубил объединение партии Майдана. И именно из-за квот не объединились Блок Петра Порошенко. И та политическая организация, которая сейчас называется Народный фронт. Возможно, это индивидуальное членство, возможно, это будет, отойдут от принципа фракционности, да, и, возможно, можно будет принимать там по отдельности не только фракции, скорее всего, мажоритарщики, даже те, которые пришли без поддержки Блока Петра Порошенко или подобных партий. Поэтому вот это первый шаг к тому, что договариваться надо с теми, ну, чьи принципы, если не противоречат, хотя бы, хотя бы похож. Но у них всех однаково. Нет. Власне, загубила не квотность, я вам хочу сказать. А загубила, совсем последний, не было однаково. Не было там бумага. И я отпускаю, я отпускаю Валерия Калныша. Валерия, если можете, ваш прогноз, кто следующий, премьер-министр? Я думаю, это будет Грольсман. Все слышали? Спасибо, Валерия. Спасибо, я вас отпускаю. Я обещал кому-то свободное лето. Художник Паярков, пожалуйста, Сергей. Пане Евгении, я бы очень хотела еще одно романное сказать. Дивите, мы, я как-то так плавно, я понимаю, экономика, уряд и так дальше, хлопцам подобается в политике играть. Но я бы хотела вернуться, я такая людина, яка также могу выбачиться, сказать, что, я была не права. Я подчас перерывы переговорила с человеком, яка, ну, нам рассказывала про какие-то там действия Семена Семенченко, но я так понимаю, что это режиссер больше рассказывал. Я переговорила с Сергием, так, Сергеем? Серго. Это, что вы понимали, гражданин Грузии, который воевал за Украину, и то, что случилось там, я думаю, ну, это моя особая стабиль, я дальше буду это говорить, потому что человек воевала в батальоне Донбасс, правда, звезти потом вышла, но замминистра МВС сам подписал с ним контракт, так, и теперь каже, что до техер он был необходим, потому что он воевал за Украину, теперь он уже не необходимый, потому что он не гражданин Украины, но я не понимаю, как он подписал с ним контракт. Я бы хотела, как-то, возможно, вы сможете допомогти людине, я не знаю, может, он сгоден принять... К сожалению, сейчас мы это уже сделать не сможем, больше того, секундочку. Он действительно хочет одну минуту, если бы вы могли... Давайте, спустимся до той, до моего слова. только минуту. Я хочу сказать всем присутствующим, в данной ситуации правый сектор воюет, очень много ребят воюют там. На сегодняшний день Семен Семенчиков, псевдопатриот, идет в политику, когда у него в плену 100 человек наших, которые загнал, он лично, выловаясь, он, как командир батальона, несет полную ответственность. Без него никаких приказов, кто бы ни давал, я командир подразделения не исполнил приказ тот, который я считаю предательским. Этот человек загнал на сегодня 100 человек. В данный момент уйдет политик. Мы вашу позицию услышали. Сегодня эти люди, за них никто не беспокоится, это говорю я вам. Простите, но у нас здесь, к сожалению, нет Семена Семенченко. Это правильно. У нас нет Семена Семенченко, и вот как бы продолжать этот разговор мне бы не хотелось, потому что... Мы можем относиться по-разному к Семену Семенченко, но при отсутствии его в студии невозможно продолжать эту полене. Давайте вернемся к теме кулуарных договоренностей, которые... Давай... Спасибо. Евгений, давайте вернемся к теме кулуарных договоренностей, о которых заполнил Валерий Калныш. Кто из присутствующих может прокомментировать, какова цена? Ну, например, Игорь Скосарь. Я, насколько... Я помню. Вам хорошо знакома цена кулуарных договоренностей, правда? Мне очень хорошо знакома цена к договоренностей. Напомните эту сумму. Почему? Потому что я, наверное, единственный депутат... Откуда знакома? Не хотите напомнить? Хочу напомнить. Я просто фактически купил проходное место в парламент в партии Яценюка по согласованию с Арсением Петровичем Яценюком. То есть вы взяточник? Да. Извините, да? Я практически не взяточник. Я не знал, что даю взятку. Но получилось по факту, что я даю взятку. Сколько дали? Напомню. Ну, не взяточник, а взяткодатель. Потому что есть взятка брать или взятка получателя. Это довольно общая. Да. Этот вопрос будет выяснять прокуратура, наверное, я думаю, генеральная. Но я по согласованию с Арсением Петровичем очень люблю. А можно поподробнее? Знаете, вот как президент соседней страны любят говорить явки, пароли, адреса. Как это происходило? Как это происходило? Просто я отнес 6 миллионов долларов и получил депутатский билет, проходной билет. А кому отнесли? В чем отнесли? В сумке. В сумке? Да. А 6 миллионов долларов это большая сумка? Большая. Ну, примерно. Руками покажите. 60 килограмм. 60 килограмм. Интересно. А вот как? Такая, такая. Большая. Большая? Да. А кто брал сумку? Владимир Мартыненко. Николай Мартыненко. Николай Мартыненко. А вы какой товар покупали? Что вам за это обещалось? А вы не боитесь, что Николай Мартыненко теперь после этого на вас уход подаст? Боюсь. Наоборот, не боюсь. Хочу. Я прошел детектор сжи. Я говорю абсолютно правду. Я прошел полиграф здесь, в Германии. А в Германии почему? Ну, для того, чтобы подстраховаться. Простите, а вы хотите что, вернуть теперь эти деньги? Вы успели отбить? Да, меня очень волнует. Вы отбить успели? Нет, я ничего не успел. А надеялись, да, я так понимаю? И не пытался отбить. А сколько хотели вынуть? Ну, вот 6 вложили, а... Я не хотел ничего вытаскивать. Я хотел просто защитить. А вы за Родину ратовали? Нет, я хотел защитить свой бизнес от власти Януковича. А его можно было защитить только в парламенте. Подождите, каким образом? Вы не думаете, что сейчас Яценюк ваш бизнес будет топтать после этой заявки? Его уже нет в Украине. Яценюка? Нет. Мой бизнес, моего бизнеса нет. А куда он делся, простите? Я вывел его за границу. В офшоры? Нет, не в офшоры. Ну, хорошо. А что... Эта практика сейчас продолжается? Я не хотел... Наш президент принял закон о иллюстрации и подписал его. Я хочу, чтобы иллюстрации начали в первую очередь с себя высшие члены нашей власти. Как можно Яценюку доверять деньги, международные деньги, когда он берет деньги на уровне своей политической силы? Я шел... Я никогда не был депутатом. Вы список знаете нынешний? Мы говорим о выборах 2012 года. Может быть, все люди покаялись, по крайней мере, внутренне... Нет, никто не покаялся. Я смотрел список народного фронта, никто не покаялся. Никто не покаялся. В списке народного фронта. Мы передали по Яценку в шоці. Они такие гроши не бачили. В округе в Полтавске в Чиле-Полтаве есть округ. Там балетируется от фронта Река. Так он окуляры раздает своим выборцам в виде подкупа, чтобы выиграть у нашего кондата от блоков Чернецкого. Окуляры. Представник Арсения Петровича окуляры, мабуть, в честь своего лидера раздает, чтобы выиграть выборы и подкупа. Какому не нужны очки? Летним людям. По согласованию с товарищами Судяковым и Турчиновым деньги получал товарищ Мартыненко. А можно вопрос задать? Я, как депутат, зараз роблю официйно заяву депутатский запит, чтобы расследовали факт дачи и дачи, и отремоня, хабаря высокопосадовцам, лидерам партии и депутатам. А мне интересует другой вопрос. Я по нынешней списке 2-2 мест. А сейчас продолжается такая практика за покупки мест? Я думаю, что продолжается. А можно я кое-что добавлю? По фамильям тогда, называйте примеры. Сотяки в пост, которая вышла буквально 3 недели тому назад. Собрание инвесторов, с которыми встречаются президент и премьер-министр. И на этом собрании управляющий партнер сельскохозяйственной компании Dragon Capital, Томаш Фиала, как раз говорит, что места в списке продаются по 4-5 миллионов долларов, и как раз говорит о том, что по списку одной из партий сейчас идет чек, который рейдерит бизнес эстонского инвестора. Я читал, это про SkyMall. Я даже считал про это. Стоп, я вспомнил. Это ответ на ваш вопрос. Простите, а о ком идет вечер? Вы не догадываетесь? Там называлось даже, даже номер назывался. Там идет речь о блоке Петра Порошенко и о господине Грановском, если не ошибаюсь, что он рейдерит. В этом его обвинил господин Фиала. Это не только глава институтной компании Dragon Capital, но еще и, так сказать, президент Европейской бизнес-социации. То есть он представляет всех европейских инвесторов в Украине. Тех еще, которые не ушли. Которые еще не ушли, да. А вот я спрашиваю, почему у них инвестиции? Последствия этого могут вообще не прийти сюда уже никогда. Игорь, ну расскажите уже, что вы там еще слушали. В этом политическом сезоне вам предлагали еще раз депутацию. Кому предложили сам народный закон. Кому предложили? Кому заплатил еще? Знаете, за каких из умов? За наступных умов? Якщо будет принято закон. Сергей, я вам не мешаю здесь, нет? Сергей, я вам не мешаю здесь, простите. Я же могу вот так отключить микрофон. Игорь, я задал вам вопрос. Не в полном исходе. Так, я прошу вывести пока микрофоны всех, кроме Игоря Скосаря, которому я задаю вопрос. Вы ведите все микрофоны из эфира. А, ну на следующий сезон вам предложили купить или нет депутатства? И если вы знаете какие-то примеры, кому предлагали, кто платил, назвайте фамилии. Я знаю только то, то, что я сам лично делаю, с кем согласовываю. Про остальных депутатов это и на их совести. И никто ничего из присутствующих не слышал о покупных списках на этих выборах? Человек 10-15 еще приобрели мандаты. Это о каком списке сейчас говорили? О списке фронтозмин. Еще кто-то слышал подобные примеры? А ваши партии покупались? Слушайте, я вам расскажу историю. На наступный день после моей перемоги на мажоритарном округе, через два года назад, мне зателефонировали и запропонировали 5 миллионов долларов, плюс працевлаштование на уровне моих учеников команд и на уровне заступников министров. Я отказался и написал заяву Генеральному прокуратуре Украины. Это было предстоит. Конечно, они поховали праву. И сейчас... Сергей, извините. Это было при прошлом режиме. Игорь, вы вне эфира. Сергей, вас никто не слышит сейчас. Игорь, вы можете продолжать. Сергей, никто не слышит. Я все-таки жду от вас ответа на вопрос. Я просто... Вы на вопрос еще раз. По-моему, ответ мы получили. Сколько человек мы услышали, да? Ответ вы получили. 10 до 15 человек. А 10 до 15 человек? Я точно не знаю, сколько. Это в этом списке, который сейчас... Это нет. В списке, который был в 12-м году. А в этом году все изменилось. Алексей, тут немножко гвалт у нас в студии. Даже вы не слышите. Но я ответственно заявляю, что мы получили уже ответ, что неизвестно нашему собеседнику о том, что происходит в этом году. Мы знаем то, о чем говорил Олег Гаврич. А там был какой-то ответ получен на встречу с инвесторами? Президент и премьер-министр, судя по статье, пообещали, что они разберутся. Сказали, что они об этом ничего не знали. Понятно. Я вообще не понимаю, как в этой ситуации о каком-то премьере и оценю тем может идти речь. Если человек берет деньги на уровне своей политической силы, то что он творится на уровне страны, я даже не представляю. В то время, когда умирают люди. В то время, когда умирают люди. Я могу сказать только одно. Я все больше и больше убеждаюсь, что то, чего я не хочу, это третий Майдан. Он неизбежен. Справа. С вами Андреев. Ну, а вот... Соколова, в этом все выслушиваете. Вы себя отделяете или не отделяете от этого правительства? Я член уряду за квотой всеукраинского объединения «Свободы». Можу сказать, что в многих вопросах мы на уряде не согласились с главной линией, но, поскольку у нас только три члена уряда, а решение ухваливается коллегиально, то вы понимаете, что... А почему вы начали об этом говорить только перед выборами? Не ушли в отставку, не заявили громко о том, что вас услышали? Давайте я завершу, а потом дам ответ на ваше питание. Бо таки цілою передачу просидів без слова. Вы понимаете, после победы Революции Гидности у нас есть загроза, что у нас будет контрреволюция негидников. И в этом плане вопрос ответственности, оно действительно очень важное. Бо коли сьогодні критиковали уряд, члени парламенту, народные депутаты Украины, они чомусь мовчали про то, что они голосовали за те законы, которые предлагал уряд. Они поддерживали эти законы, они себя чомусь отделяют. Вы уже заважили, пане Евгене, что есть политическая сила, которая привела в парламент певную кількість депутатов, теперь они разделились, и один на одного показывают, кто из них винен, кто в уряде, а кто не в уряде. Это вопрос политического тушкувания. Но при всей повазе до Троєвщины, я думаю, мы станем свидетелями, например, блокбастеру чергового тут, где находится студия Интера, это 223-й выборчий округ, где снова идет Пелепишин, который фальширует выборы, который купит выборцев, который, в основном, черные технологии использует против кандидата Юрия Левченко и так далее. Сколько Левчинок на округе? На округе три Левчинка. Я не пойму, вы говорите как министр или как человек, который находится в оппозиции? Я говорю, как заступник главы Украинского объединения свободы, как кандидат в народные депутаты, про ту ситуацию, которую мы не могли бы допустить в будущем. Вы сейчас оппозиционер или комикад? Я перепрошу, хочу вам нагадать, что коалиция распущена и уряд, который был создан этой коалицией, уже нет у нас ни коалиции, ни оппозиции. В данном случае уже идут выборы. Я вот никак не пойму, вы извиняете за это правительство? Нет, мне за себя не соромно. Я за правительство, не за вас. Я перепрошу. Каждый несет персональную, в первую очередь, ответственность. Потому что, если мы будем ховаться за коллегиальными решениями, то тут можно сказать, знаете, много чего наговорить. Те депутаты, которые голосовали за диктаторские законы 16 сечня, они тоже ховаются за коллективной ответственностью. А что такое? Мы делали то, что нам предлагал режим. Мы защищали свой бизнес. Мы боялись, что на наших семьях будут тиснуты и так далее. Но были люди, которые не боялись, стояли на Майдане, которые безусловно брали участь в этих протестных акциях. Например, депутаты Свободовцы, которые на Институтской, действительно, большую количество людей и зупинили, которые буквально идут в эти кулы, и вынесли пораненных. Вице-спекер парламенту Руслан Кошеленский, который вынесли пораненных, померлих, загиблих и так далее. Так вот, вопрос в том, что на сегодня наибольшую загрозу является, власне, то, что существует олігархичная система, которая, по сути, и породила Януковича. И если мы не демонтуем эту систему, если мы не сделаем социально-экономично справедливую систему, то, понимаете, появится новый Янукович. С другим прозвищем, который будет иметь лучший опыт, который будет понимать... Ну, вот вы на прошлых выборах примерно то же самое говорили. Когда были кандидаты на тех выборах, то нужно демонтировать олігархическую систему. А почему не демонтировать? Потому что, например, 8 месяцев уже можно было демонтировать. Когда вы сказали, что квотный принцип став на заваде того, что нет каких-то срушений, не квотный принцип, а то, что те принципы, которые закладывались в основу коалиции, они не были выполнены. Свобода, которая внесла целую низку законодательных инициатив антиолігархического характера, она не получила того, чтобы эти антиолігархические инициативы... Я не могу понять, кого вы обвиняете. Вы 8 месяцев сидели в этом правительстве. Мы вышли на Майдан и вас что-то заставляли ругать. Я прошу, пані, не нужно сказать, что мы вышли. Мы тоже все вышли. И я с 21-го года был на Майдане так же. Она в Министерстве не сидела в 8 месяцев последующих. И хлопцев так же выносила, как и вы. А у вас двоих человек свободы были с нами там на институтской. Давайте так будем говорить. Правый сектор не прикрывается хлопцями, которые в них загинули. Мы тоже не прикрываемся. Мы тоже не прикрываемся. Но, понимаете, обвинувачивать... А можно, по-моему, один вопрос? Марьяна, а скажи ты, почему... Сиди, пожалуйста, вопрос... Вот смотрите, у Свободы было два очень странных решения. Я просто, ну, действительно, как бы хочу разобраться, да? Первое решение, когда должны были разрабатывать запасы сланцевого газа и Свобода, которые очень важны для того, чтобы Украина получила разработку их. Независимость экономическую. Свобода выступала против этих... Ну, вы знаете, присоединили Свободы и в местных советах, и в Харькове вообще подавали ИСК в суд. Они блокировали эту разработку. Что было само блокирование... Мы блокировали на справедливые угоды про распредел продукции. Но это блокирование было в свое время на руку Газпрома. Нет. А теперь, подождите, давайте, я закончил вопрос, потом вы... Идуть на потребы местной громады. Янукович хотел этих 10% забрати в свою фирму-прокладку, СПК Геосервис. Хорошо. Да, это так. Смотрите, я продолжу дальше. Хорошо. Вот если мы возьмем сейчас... Есть такой еще раз журналист Алексей Мацука. Он занимается тем, что как раз расследовал в Донецке ситуацию о том, как, в принципе, возникли вот эти вот все люди, которые потом стали сепаратистами. Вот эти вот все персонажи, которые террористы, они возникли за счет денег, которые Россия платила на общественные организации, которые как раз боролись со сланцевым газом. С его добычей в свое время. То есть вот это вот Россия просто давала деньги на то, чтобы создавали общественные организации, которые боролись против добычи сланцевого газа. Это во-первых. Во-вторых, еще один законопроект, который внесла в правительство нынешнее, я ценю, Верховную Раду в августе месяце. Очень важный законопроект в том, чтобы наш ГТС можно было передавать в аренду западным компаниям. Свобода выступала против не российским, а западным компаниям. Свобода тоже выступала против. И тоже получается, как бы на руку Газпрому работало. Я перепрошу, вы же пересмикываете. Ну почему пересмикываете? Я вам сейчас скажу. Свобода выступала против, потому что мы требовали, чтобы в этот законопроект написали, чтобы эти фирмы захидные не были афильованы с Газпромом. Чтобы там и сліду Газпрому не было. А уряд впирался. Только после того, как нашу поправку враховали, мы проголосовали. Я перепрошу, я перепрошу. Ну вот вы адвокат Яценюка. Я вам поясню логику свободы. Свобода не голосовала за этот законопроект. До того часа, пока не внесли нашу поправку, чтобы эти захидные компании не были афильованы за Газпрому. Чи неправильно мы сделали товариству. И це було записано. И Свобода дала голоси, и законопроект пройшов. Чи не так? Хорошо. Есть два случая, когда, скажем так, вызывают сомнение ваши действия. Вот как вы это можете прокомментировать? Я же про закон вас задовольный в коментах, чи нет? Моя не задовольный. Моя не задовольный. Член правительства требует от правительства, чтобы правительство внесло поправку в закон, который передоступил в закон. Это коалиционный в порядке. Это не в порядке одной политической силы. Это у нас был по добрям. Но на 20 грамм, и весть у той кошек. На 20 грамм, и весть у той кошек. На 20 грамм, и в Украине свободы имеют отношение к бюджету. Хлопцы, что вы говорите? Иван Иванович, и вечно, и вечно. Все, что вы говорите? Бюджет стернуется наверху до низу. А внизу? А местные? Да вы имеете там больше? Доведеные цифры, которые нужно затвердить. Пані, вы же просто нуль в местном условии. Нет, я добрый. Я, как видите, Иван Иванович, не давно бачила, что свободы там работает. Это не значит, что вы разбираете все на своем регионе. Это абсолютно все не значит. Я думаю, что даже бюджетный кодекс вы не прочитали. Ну, про что можно говорить? Это регулируется и как раз с бюджетным кодексом. Доводжу до вашего відома. Мы пришли до ключевого вопроса. Как будет сформирована большинство? И как будет сформирована уряд? И есть сегодня, на жаль, у нашей страны только один выход. Это персональная ответственность президента. Сверху до низу. За все реформи, за борьбу с корупцией. И я не знаю страну в мире, где колгосп поборол бы корупцией. Где колгосп вывел бы страну из кризи. И поэтому 26 числа нужно призначити не премьер-министра, а ответственного за всю вертикаль. И за все то, что будет с краяной потерь. Это было достаточно странно. Перекласти повну ответственность. Повну ответственность за все процессы формирования новой страны на президента Украины. Это как Януковичевщина. Потому что персональная ответственность погодится. Но и персональная ответственность каждого гражданина. За то, что он не продает свой голос. За то, что он не фальширует выборы. За то, что он не кидается административному ресурсу. И не застосовывает. И лишь за этих условий. И лишь за этих условий. Краина будет знать конкретную людину. Яка отвечает за абсолютно все. И вы не будете кидать на меня. А я не буду кидать на вас. А что же вы перебиваете? Женку перебиваете. Мене перебиваете. Ведущего перебиваете. Да, это правда. Если мы взломаем иначе. И потом не отдают. Я скажу остальную фразу. Если мы сделаем иначе. Мы всадим президента за круглый стул с проектами олігархов. И они будут просить податков. Чтобы олігархи не платили податки. Другой. И они будут просить Министерство энергетики, чтобы не принять закон про национализацию газовых и нафтовых родов. Третий. Они будут просить Министерство сельского господарства, чтобы олігархи потом разобрали нашу землю. Евгений, можете просто вопрос. Голосувати за блок Порошенко. Я хочу понять за президента и абсолютную відповідальність президента за всі протесты к Україні. Вы хотите, чтобы глава правительства стал, по сути дела, замічителем президента или там помощником президента по руководству исползительной властью? Евгений, дайте мне это напоминать. Евгений, это мне напоминает стандартная совковость. Помните, КПСС, одна партия, одни члены, все оттуда по иерархии. Регионалы, все то же самое, все донецкие. Сейчас получается, если ты не с президентом, до свидания. А как же, а как же много... Я тебе перебивал. Не можно пустоти партии, не можно пустоти партии. Вот посмотрите, они же не хотят слушать никого. Эта партия не хочет слушать. Пять минут назад. Пять минут назад, до последнего раза. Все. Вы хотите, чтобы мы объединялись вокруг... Извините, Сережа, одну фразу. Как можно объединяться с теми, которые никого не слышат, кроме себя? Так приятно чувствовать себя самым молчаливым человеком. Это ваша проблема. Сережа, Сережа, одну ремарку, одна речень. Просто по аналогии, партия регионов, это представники Донбасса. А хочу нагадать, что за часы Советского Союза Винничину называли цукровым Донбассом. Чтобы у нас не пришла новая влада в виде цукрового Донбасса. Треба егнаться, нам ковыть поведение. Треба егнаться за... Можно я на конец? Господа, господа, господа. Одну секундочку. Одну секундочку. Одну секундочку, пожалуйста. Ну, я вас очень прошу. Не перебивайте друг друга, да? Вы что-то хотели сказать? У вас минута. Повторых. Первое. Время пошло. Я тоже кандидат в депутаты по 91-му округу. Это Макаровск, Верафастов и так далее. Но первое, что я обязан ответить, это вне минуты, в Березе, потому что был вопрос. Этот вопрос прозвучал по... Это ваша минута, минута. Нет, это был вопрос. По Автомайдану. Да, действительно, у нас есть такой человек, которого зовут Тебенко. Я знаю, о ком идет. Который обижает Березу. Меня обидит. Березу обидит. Слушайте, это фантастика. Значит, я думаю, скорее произойдет обратный процесс, я в этом уверен. Значит, мы знаем этого человека, я действительно звонил ребятам, которые с самого первого дня Майдана, мы только что с ними говорили в телефонном режиме, значит, его к нам привел Юрий Зазуля. Юрия Зазулю на позапрошлом собрании уже выгнали. Это уже сложно. Выгнали из автомайдана. О чем договорились? Поэтому, я думаю, что на следующем собрании вопрос по Тебенко, и ты мне, пожалуйста, дай максимум материала, мы поставим, и я думаю, решение будет правильным. Это, это, это ответ на твой вопрос. Ваше время истекается. Теперь, значит, что я... Знаете, Ляшко, вы только не удивляетесь, иногда говорит правильные вещи. Ого. Такое с ним случается. Так вот, Ляшко сегодня обратился к молодежи и призвал ее голосовать. Вы знаете, действительно проблема острая. Я у себя на округе в Макарове, мы сели выпить кофе, и там двое молодых людей сидят с этими плеерами, такие, честно, на расслабоне, пацаны сидят. Говорят, а мы на выборы реально не пойдем, а там, а нам никто не нравится. Никак не нравится. Сергей, давайте ближе. Не нравится нам они. Как бы не может быть, и может, и на меня. Только в Полтаве. Это что-то запахло Ляшком. Значит, я говорю, пацаны, у меня есть для вас два аргумента, и я их смог переубедить. Первый. Вот в ваших плеерах какая-то музыка завелась, да? Вам, если ваша бабушка будет выбирать музыку для плеера, вы будете ее слушать? А какого лешего бабушка будет выбирать вам власть? Это будет то же самое, будет такая же лажа. Второе. Есть еще один аргумент. Вот там, в Луганске, в Донецке, такие же ваши однолитки. Сейчас находятся под арт-обстрелом. И они реально рискуют умереть. Вот так себе наголосовали. Они и их... Это результат голосования. Поэтому, ребята, когда мы идем или не идем на выборы, это может закончиться минометным обстрелом. Об этом надо помнить. И последнее. Поскольку, товарищ Каплина, его уже назвали Владимир Ильич Ленин, Владимир Ильич Ленин говорил жандармским полковникам. Жандармский полковник сказал ему следующее. Молодой человек, куда вы претесь? Ну что вы не понимаете, стена ведь, ну куда? На что, молодой Ильич Валория Ленин Ульянов сказал, стена, батенька, да гнилая. Ткнешь пальцем, развалится. Поэтому вам валить эту стену. И вам свою главную стену. И у меня есть... Полсекунды. У меня есть две аргументации, почему я иду в депутаты. Две. Два мотива. Первому мотиву. Шесть лет, и я и на следующий год идти в школу. Второму аргументу будет на Рождество три года. Я хочу, чтобы две мои аргументации жили в скучной европейской стране. А наша веселье меня уже задрало. Я хочу, чтобы они жили в скучной стране. Спасибо. Черт, смотрите. Черт, смотрите. Паярков сегодня там удивительно лаконичен. Вот вы еще не говорили. Тут у нас есть вот партия, которая, я все время забываю, там... Кто-то хорошо пошутил. Партия заступ. У нас лопатой... Копают картошку, а заступом могилы. Или наоборот. Наоборот. У нас не один и кир без этой щелки не проходит. Так, Владимир Хроменко. Партия заступ. Я хочу вернуться к началу передачи. Давайте вернемся. Вы задавали вопрос, как проходила избирательная кампания. Вот смотрите, после революции гидности, Краина меняется. З'являются новые политические силы. З'явилась такая политическая сила, как с Украинского аграрного объединения «Заступ». Но, на жаль, эта выборчая кампания по терминам проведения самая коротшая за всю историю Украины. Поэтому молодым политическим партиям будет, скажем так, сложно. Но все люди ждут на новые обличия. И вот я за этот короткий час проехал больше 15 областей Украины. Знаете, что я хочу сказать всем политикам, которые тут присутствуют? Про что говорят люди? Это не моя думка, но я с ней согласен. Люди втомились от брехни. И знаете, что хотят люди? Если человек брехет, хай не это до своей свидетельности. Отстороните ее навык от эфиров, от прессы, чтобы это было покарание. Потому что люди втомились от этого. Они хотят слышать идеи, концепции. Они хотят слышать соревнования партий по конкретным направлениям. Есть в каждой партии и в свободе. Специалисты по аграрным вопросам уже видят люди, которые и в ударах, и в Батьковщине. Я бы хотел посылкуваться с ними по конкретных направлениям. На жаль, такого не склалося. И на этой передаче уже третий раз принимаю участь. И снова політики говорят гаслами. Люди от этого втомились. Поэтому треба профессионная разговора. За этим люди скучили. Наши выборцы. Я вам хочу подаровать ваш календар, який грубым порушением украинского законодавства. Это новая сила. Бреша по старому. Жодного накладу, жодної типографии. Сегодня взял в Макарове ваш календар. Вы знаете, вы делаете то же, что делают ваши предприятия. Я перепрошу, наш календар официйный. Календар зареєстрованный в ЦВК. И есть наклад. В вашей палатке сьогодні взяли на відео. Тримайте. Ваша палатка в Макарове. Жодного накладу. А где наклад? Ваш официйный. Наклад где? Ты погрась. Мы только что сказали. Грубое порушение. Нема накладу. А есть неофицийный. Молодцы! Партия регионов рули. Это неофицийный. Ваша Вера Ульяновченко при Ющенко была официйна. А сейчас неофицийна. Я вам подарил штаб занеси. Занеси штаб. Официйный календар зареєстрованный в ЦВК с відео накладом. А вы же неофицийный. Это неофицийный. 5 миллионов долларов за место людина взяла. 6 миллионов долларов взяла за место людина и в тюрьме не сидит. А вы за календар. Занеси, помните, что мы обсуждали? Да. Каждая из партий жалуется на другую. Практически все тотально. А одна провластная партия обвиняет другую провластную партию. Про оппозиционные мы вообще молчим. Их просто как бы не замечают, стараются. Только у меня один вопрос. Олигархи мочат друг друга. Каналы друг друга мочат. А что мешает договориться о правилах порядочности? Это очень просто. Договариваемся о самой простой вещи. Никто не нарушает. И сразу Украина живет более цивилизованно. Вот вам хочется этого или нет? Да, конечно. Тогда если молодежь хочет жить в нормальной цивилизованной стране, если мы все хотим жить в правовом государстве, то почему бы не заключить паритетный договор? Власть соблюдает закон, а общество подчиняется власти. И тогда мы будем жить в цивилизованном обществе, а не в бардаке, в котором мы привыкли. Да, есть Конституция. Господа, господа, одну минуточку внимания. У нас не так много времени остается. Скоро наступает тишина. Я не хочу нарушать установившуюся традицию. У нас в каждой программе мультфильм с продолжением. Автор Ирена Карпеса. Автор сценария Ирена Карпеса. Это напоминаю мультфильм про ватников. На сей раз очередная серия посвящена, скажем так, идейным вдохновителям, идеологам этого движения. Смотрим. Подробности в лесах дремучих три бородатых мужика. Холм Горров, Дугин и Проханов. Так, как делать по хозяйству ничего не умели, ну максимум там жену отлупцювать дубцем и еще похлебать с громким сьорбанем, то решили називаться философами. А главное задание русского философа яке? Правильно, кроме домостроя еще что-то полезное для человечества придумать. Вони же миссии йогдят. От осидели соби языка и общей культуры. Ну а шо, зачем же чужейшую учить напрягаться? Хай другие учат наши, а то ж совсем тупые все вокруг. Не, надо всех образовать по нашему образу и подобию. Аляска, баня, водка, гармонь, Достоевский, ну и дальше по алфавиту исконному. Вот и так плодотворно они в той исторический диван пердели, что вместо клопов завалось у него диво дивное. Великий ватный мир. Штука дуже своевременна, бо ж вокруг их родных лесов, как и надлежится, одни враги жили. Католики, жиды, грузины, банабаки, озера, хачики, чурки, бульбаши, чухонцы, пиндосы даже через Берингу пролив кусок землицы русской откусивши. Но самое страшное было то, что существовали хохлы. Хитрые, ситые и довольные. И не дрожали они подобострастно. Ну как такое вытерпеть? У них там надо все разрушить и построить заново, кричав ватнобородый старец Дугин. И технологию современную предложил. Я думаю, убивать, убивать, убивать. Так профессор считает. За такие умные речи царь-батюшка назначил Дугина главным идеологом государства. Ну а что? Ватный мир прекрасна вещь. Позбавляю обычного человека кучи житейских проблем. Вот проблемы выбора, например. Украина это нацистские ультраклирикальные прозападные развалины. Виктор Янукович это единственный настоящий украинский националист. Ну а бы не так в солидарности профкессоров профессором считал. Тут же бороду к небу сдал второй ученый муж Проханов. Христос остановился в Новороссии воскликнул он. Сегодня в сознании каждого российского человека, каждого русского Новороссия превратилась в мечту, землю обетованную, за наши молитвы, наши упагания, где все языки были бы свободны. Ну, началось освобождение языков, конечно же, с украинского и крымского татарского. Школьникам зато Крым наша задали разложить большой пионерский костер из книг и не дай Бог ктось якусь додому утащить на второй год изучения подвигов Сталина оставлять. Рыжобородый Холмгоров тем временем задумчиво сотрясал иконой богоматери поглядывая на очередную гимназистку взвешивая стоит ли ей привить духовные скрепы православия что сублимировать же надо было бы здоровье он бы шел даже старый Рим валять только третий ватный посарился на просторах Новороссии а вообще в старину были на Руси исключительно добрые философы и мистики как от Федоров он вообще мечтал всех мертвых воскресить потому всех ему жалко было даже Циолковского но шота у добрых ученых пошло не так разработку их украли Ники Карликович ленистоноги и воскрешение сделали исконно кремльовским ноу-хау даже и с космосом ничего не получилось так что кроме белки и стрелки большинство оставших из могилов зомби таки пооставалися дома а когда им совсем тесно стало то они вместо Камчатки и Таги зачем-то сыпанули через западные границы родины якобы строить все тот же ватный мир на правах какого-то непонятного старшего брата сначала старший брат предложил Украине поделить ее территорию по-братски но шо-то опять пошло не так укропи глянули на свою и так уже надкушену земельку и решили прекратить нею делиться с ватноборцами тих положено порядочным зомбі обреченным таким образом на голодную смерть пообежалися а многие даже вернулись туда откуда вийшли в земле но в стране производителей лишалось много нових их можно было присылать до укропи еще и еще делать это было не сложно совсем спокойно справлявся зомботворец подивился его поверил поехал жаль наоборот не получалось правда однажды до Ивана дойде что Иван не баран и что настоящий враг его вован в простонародии називаемый сами знаете как но пока что вот и нынче там и насмотревшись новостей собственного сочинения главный жрец в атмословье Дмитрий Кисельов с диким криком бандеров пригнул с останкинской телебашины а украинскую национальную идею коротко ясно озвучил наш любимый живый классик Лесь Подеревянский отъехайся от нас пожалуйста продолжение я вас перебил Борислав не 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 нет нет после вас слово известнему телекритику Бориславу Береже Мова шла про простир домовленостей. Батько американской конституции Томас Джефферсон сказал, что демократия – это простир домовленостей озброенных человеков. Тут было правильно сказано, домовлятись нужно, но должна быть гарантия. Я думаю, что эта гарантия сегодня куется на сходе Украины, которая будет, в основном, правила игры контролировать, которые будут установлены в государстве. Тот же самый Томас Джефферсон когда-то сказал замечательную фразу, что древо свободы должно быть щедро полито кровью героев и тиранов. Мне так кажется, что кровью свободы, украинское древо свободы уже пересытилось. А вот кровью тех тиранов и их помощников, которые пролезли во все возможные списки, ну, я думаю, что это Украине еще предстоит. И вот тут вопрос, с кем можно договариваться? Какой бы кровожадный. Нет, я просто скажу, с кем можно лезть. Я очень люблю фильм «Интервенция» с Владимиром Высовским. Да, есть еще хороший момент, когда он буквально в ночь перед смертью, их его расстрелять должны, неважно, поймали. И его поможет и спрашивает, Мишель, а что с нами будет? Он говорит, ну, а что бы ты хотела? Я бы хотела жизнь. И он говорит, сейчас зайдет офицер и сначала предложит сигарету, а потом жизнь. Сигарету можно взять, а вот от жизни придется отказаться. Так вот, главное, чтобы для нас патриотизм были не громкими словами, а громкими делами. И главное, чтобы для нас наши принципы остались неизменными. И Украина превыше всего. Продолжение этих прекрасных слов, чтобы не вышло так, как сказал когда-то Уинстон Черчилль. В Англии нету постоянных друзей и постоянных врагов. У Украины есть постоянные враги. Это регионалы, это коммуняки, это Тегибка с этими, извините, Путин и так далее. Мы должны в Верховный Совет не пустить тех, кто не прошел испытания Майданом. Не пустить тех, кто не прошел испытания совестью. Мы должны очистить наш украинский парламент от этих людей. И я еще раз поддерживаю наших коллег, чтобы молодежь пришла на выборы. И выбрала таких новых и похожих, как они. Потому что эту страну мы строим для наших внуков и для наших детей. И эта страна должна стать в течение следующих 15 лет лучшей страной в Европе. И она такой будет. Вы знаете, для меня непонятно, как действующий премьер-министр и действующий глава Верховного Рада могут руководить избирательные программы. Как? Они должны были, по крайней мере, уйтили в отпуск. Или как-то что-то произойти. Ну, покой-то, не вернет он тебе 6 миллионов. Я не собираюсь у них забирать свои деньги. Я просто не понимаю, как такое может быть в цивилизованной стране. Ну и, пожалуйста, давайте закончите вы. Это последнее слово. Мы не можем, мы не можем, ну, звичайно, мы говорим про майбутние, про майбутние выборы, но мы не можем забывать про те хлопцы, которые защищают наше мирное небо на голове. И я говорила вчера с Андреем Киборгом, и он сказал, я иду на три дни, но будь готова, что я зникну на 10 дней. У них нет тепловизора, они по слуху определяют, могут там бубить, выявляються, там будут ёжачки. И одна очень хорошая фраза. Хлопцы кидали фразами великих политиков. Я не знаю, кто это сказал, но это очень классно. Это час такой, что человеку сейчас не только нужно быть, а если ты не можешь на ней быть, то хотя бы прагни до этого. Дякую. Это была программа «Чёрное зеркало». Наш последний выпуск, который редакция подробностей, представила вам в канун очередных, точнее, внеочередных парламентских выборов, которые состоятся, можно сказать, уже через сутки. 26-е через сутки, а через 10 минут наступает День тишины. Засим мы с вами прощаемся. Слава Украине! Слава!